Субтитры сделал DimaTorzok Но факт остается фактом Короткие нарды завораживают И сегодня с вами Алексей Аскурава Который соскучился, откровенно говоря, и по этой студии И вообще по всему тому, что происходит на нашем турнире Я ваш покорный слуга Григорий Твалтвадзе Здравствуйте Ну что, Алексей, с каким настроением вы вошли в эту студию? Соскучился по СтарТВ Давно не был, прям пришел как родной дом Сколько времени прошло, как будто бы вчера я играл Ну ждем вас на третий сезон Да, на третий буду Второй никак у меня не получилось Сейчас я немного переквалифицировался в управдом Но вернусь Ну хорошо Итак, друзья, у нас сегодня шестой тур Первый игровой день И мы начинаем сразу со сражения Сергея Лютова и Руслана Мелешко Вторая игра Василий Чемоханенко и Константин Пучков Очень интересные матчи Да, знаете о чем я подумал, Алексей? О том, что Руслан Мелешко и Сергей Лютов с разным настроением прибыли на сегодняшнюю игру Объясню почему Потому что, ну вот сейчас давайте посмотрим таблицу, да Значит, Сергей Лютов на 11 месте Надо догонять Руслан Мелешко на третьей позиции Но, наверное, я сто процентов не об этом хотел сказать Я хотел вот о чем сказать Сергей Лютов из Челябинска Прибыл на эмоциональном подъеме Так как Челябинский трактор обыграл, значит, Салават Юлаев Вот, и вышел в 1-4 А вот что касается Руслана Мелешко, который прибыл из Минска Минская Динамо уступила московскому Динамо в серии хоккейной 4-2 Поэтому я вот не знаю, как это может трансформироваться на нарды Но мне лично будет очень интересно Очень Мне будет интересно, как будет Сергей Лютов играть Почему конкретно? Напоминает меня в прошлогодней ситуации Когда нужно догонять Надо обострять Вот, Сергей Лютов Настрой серьезный Мы знаем Сергей Это чемпион России по длинным нардам Начал осваивать короткие База у него есть, хорошая Так что он очень серьезный соперник Ну и взгляд такой настолько серьезный Руслан Мелешко Наш белорусский друг Тоже очень хороший игрок Один из тех, кто крушит, я бы сказал, устои Находится в топе Огромные шансы на попадание в 8-2 Абсолютно И вообще я хочу сказать, что Вот второй сезон С появлением вот этих вот Новых игроков И Чимаханенко, и Лютова И Мелешко Ну про Эмму Афсипян Я вообще не говорю Это главная сенсация турнира Да То есть приходится Я бы сказал так Мастодонты подвинулись Да Вынуждены, вынуждены подвинуться Ну, то есть вы предрекаете сегодня Достаточно агрессивную игру Со стороны Сергея Лютова Он будет, наверное, пораньше давать кубы И принимать их тоже будет Ну, давайте посмотрим на их технические характеристики Характеристики, да Ну, по качеству игры у Сергея, да Плохой пиар Потому что, видимо, какие-то кубы он пропускает Да, нет, ну, видите, по кубу у него там 35 Это вообще такой пиар Это у новичков Обычно Вот Качество использования куба Вот Ну У Руслана Мелешко Средний уровень Что по кубу Обычно Крепкий такой интермедиат уровень ТТХ Ну, хорошо Ладно, будем считать, что это превью К нашему матчу И давайте теперь уже непосредственно к игре Перейдем Заодно вспомним, кто какие цвета сегодня представляет Сергей Лютов Хозяин Зеленый Хозяин зеленая футболка Хэндшейкинг, как говорят англичане Да Пожали Часы Все Часы Провели У них инструктаж по поводу того, как часы должны располагаться Еще раз Еще раз Ну, можно Нормально, да, все Так, ну, сбрасывание Руслан Мелешко Выиграл сбрасывание 4-1 Это считается самый плохой первый ход Почему? 5-2 не улучшит Нет По программе Программа считает, что После хода 4-1 Даже у зеленых лучше Сразу надо пасовать Немного лучше у зеленых Ну вот на всякий 4-1 есть Ну, уже Срай Я бы уже давал бы куб Но посмотрим, что сделает Сергей Имея минус 18 Нет, он все-таки Все-таки Он не такой Это очень Вообще В нардах Хорошее качество Это такое Ну, знаете Внутреннее такое Ну, вот Сдержанность Сдержанность Нельзя никогда Бросаться С шашками на голок Ой, кто бы говорил Ну, я вынужден был Это было вынуждено все Я понимал, что это А как было догнать по-другому Так, как в свое время Но увел, да? По дебюту Зеленый, конечно, лучше За счет 6-6 Вот Сейчас Вскоре Вот 5-1 Занимается пятый пункт Уже можно давать дабл Посмотрим Как Сергей Так, ну вот Пошел уже анализ Ну, я бы дал Даже Даже Несмотря на Там Какую-то Турнирную таблицу Здесь уже Ну, сейчас Посмотрим Нет, нет Но он хочет Хочет Как-то Дать доверного Хочет доверного Так Ну, один ход Все остальное красное Единственный ход Ой Гениально Это вот называется Не зря я из Минска приехал Да Теперь уже у желтых лучше Теперь желтые фавориты Ну что, хочет оставить ее там? Ну, либо оставить Либо туда вот В 18-й пункт Два варианта Ну, если оставить Она может быть сейчас Проатакована Я бы Я бы не стал бы ее там оставлять Но решил оставить 6-4 6-4 Да Либо второй пункт, брат Либо просто спрятаться Да Ага Вот так Все Ну, теперь В этой партии уже Поварится желтая Руслан тоже не будет Так Там что-то красное 4-3 А, это 4-3 Видимо, надо было идти Видите, программа Не нравится этот ход Нужно было ее В 18-е поле Прятать Эту шашку Вот Дабл тейк Уже Дабл тейк Не знаю Будет Руслан Но опять говорю Мы Все играем С оглядкой На турнирную таблицу Поэтому Видимо PR такой Плохой В основном У всех Нет Дает Дает Ну Пасануть Это огромная ошибка 270 Мы видим Это Тейк Это уверенный Тейк Маленький Дабл Большой Тейк Бросок Очень хороший Желтый Сильно Впереди В гонке Поэтому Можно даже И до конца Этот 4-й пункт Не особо Нужен Просто Ну Он просто Чтобы эту колбасу На 6-ой Пункте Не строить Смысла нет Уже чистая гонка Там Эта колбаса Она уже не влияет Ни на что А, когда Начнешь выбрасывать У нее Не Они потом Он потом Разгрузит Просто Сейчас у него Проблема Один цитун Он может Застрять Вот видите Нет Не застрял Не застрял Тут уже Практически Выиграно Если Ну да В нардах Все бывает Но Я думаю Процентов 80 Больше За 80 Процентов Преимущество В гонке Очень большое В желтых Спокойно Заходит домой То есть Игра сделана Так Парк Это шашияк Не придет Он даже Не стал ждать Этот шашияк То есть 6-1 Чтобы зрители Понимали Это турецкое название По-турецки Говорить Название Замучили Между прочим Что 5-2 Что Нормально Сказать Не можешь Первая партия Такая Достаточно Пресная Получилась Ну Такое Тоже бывает Ничего по крайней мере До выброса Дело дошло Ну да Я знаю Вам Очень нравится Когда не доходит До выброса Ну конечно Ну вот пожалуйста Раз Два Три Все И уже Почти что Надо Еще Надо Все И вот сколько дырок Сейчас Нужно Что-то большое Зеленым Да и Желтым Нужно Что-то большое Чтобы уже Все Чтобы Просто 6-5 Близко было 5-3 Пожалуйста Вот Очередная Дырка По шашкам То равенство 7 на 7 Зеленых Без Без 6-6 Вот он Нет 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 Когда первая Падает Кажется Что вторая Вторая Тоже Упадет Да Ага Ну План Сопротивляет Видимо До последнего Броска Будет Интрига 6-3 Похоже Только Ага Ну что ж Появились Немножко Даже думает На том Что по 4 Повернуть Нет Конечно Здесь Редабла Нет Ну видите Как Вроде Не кидал Особо Ничего Такого Больших Дуплей Каким-то Образом Сейчас Может быть Очень Интересно А Есть ли Редабл Так Надо подумать Не Не хочет Давать Любая Шестерка Победа Любая Нет Не Везет Ну Да Везение Хорошая Конечно Да В конце Прямо Да Казалось Что безнадежно Но видите Как Мог Любой Шестерка И плюс Дупли 5-5 4-4 3-3 2-2 Да Да Зеленые Надо перевернуть Чтобы у нас Не бликовало Ничего Да Это да 2-0 В пользу Игрока Из Белоруссии У нас Играет На сегодня Минск Против Челябинска Да Да Еще раз 4-3 Руслан Начинает Стандартное Начало Разгружаем Нет Другой Другой Стандартное Не разгружаем Не разгружаем Не Ну Одну То Надо Всегда Одну Как минимум Снять Оттуда Так Ну Сергей Атакует Атакующая Игра Опа Будет ли Дабл Нет Ну Что-то Сергей Как-то не знаю Ну Минус 18 Сейчас уже Минус 20 Уже Отступать Позади Москва Это у кого Из них Позади Москва У Сергея Лютова У Руслана Мелешко Позади Минска Так Инициатива у Желтых. Контр-атакует, правильно. В начале пятерка очень важная была. В начале партии, в дебюте, мы всегда боремся за занятия пятого пункта. Пятого, четвертого. Очень важный пункт для дальнейшего хода партии. Достойный ответ Сергея. 1-4 тоже, так называемая перестрелка. Пошла перестрелка. Вот, 5-5. Никуда не попал, но сейчас будет думать, можно взять третье поле, либо там уйти с двадцатого. Ну, надпаду, что программа... Да, программа считает, что надо брать третье поле. Взял, пятая и... 13-3, 8-3. Нет, Сергей так не хочет играть. Не знаю, мне не понравилось. Да, и это сразу красная. Ну, не только вам, Extreme Gammon тоже он не понравился. Он сразу красным. Видите, когда грубая ошибка, она красным у нас высвечивается. Маленькая ошибка, зеленая. Так, ну, желтые взяли, два ключевых пункта в доме, пятые и четвертые. И позиция желтых мне нравится больше. Ну, сейчас перекрыл кислород на выход. Шестерку перекрыл пока, а там перекрыто как-то получше. Ну, попали, важно было попасть, а то было бы совсем кисло. Ну, шестерка и выходить, либо с 13-го спускать. Я бы спустил сверху, да, чтобы... По крайней мере, здесь были варианты заказать. Как мы видим, легко комментировать, когда виден сразу анализ. Правильный ход это выйти. 6-1. Ну, что ж, ну, и сейчас не удвоят. Три шашки уже. Да, сейчас удвоят уже. Ну, это тейк все-таки с таким домом. Руслан понимает, что Сергей вынужден давать дабл немного раньше. Вот, попал, важно попал. Ну, сейчас инициатива у зеленых. Уже 4 шашки желтых они поймали в доме у них. И что здесь? Обратная игра. Когда в двух полях стоишь в доме оппонента, это признак обратной игры. Но только вот запаса у желтых нету. Для хорошей обратной игры нужен запас. Вот, не знаю, тут бить в обратке вообще-то не особо рекомендуется. Но решил пробить. Обратная игра. Это всегда интересно. Нордисты любят обратную игру, потому что партия... Предсказуемо, конечно. Да, она очень до конца держит. Ну, не очень хорошая обратная игра, потому что с запасами проблема. Вот сейчас вообще можно все там развесить. Пускай желтые даже хотят, чтобы их били. Потому что у них и так 5 шашек сзади. Да, видите, пусть бьет. И сейчас правильное решение не бить, даже если даст. Ну да. Это вот тонкости обратной игры, что в основном в обратке идет борьба за тайм. Вот это ошибка. Кстати, программа, вот она не понимает такие вещи. Видите, она это не считает ошибкой. Но те игроки, которые... Ну, железяка, железяка. Да, у нас вечный спор. Есть апологеты программы и есть неапологеты. Я отношусь к неапологетам. То есть я считаю, что программа не 100%. Но наши уважаемые гроссмейстеры, Ерохин, Варданян, ну, многие, они считают, что программа это 100%. Как вот программа говорит, так и надо играть. Ну, на каком месте, Ерохин? Где Варданян? Ну, у них заслуга. Варданян выиграл два подряд турнира на Кипре. Это... Да, Нарда, она игра дистанционная. Пусть он выиграет суперлигу старта. Потом будет серьезно разговаривать. Все правильно. Додд Миккей. Так, ладно, мы немножко отвлеклись. Судя по всему, желтым, вот он пробил, видите, дал лишний тайминг. Есть такое понятие тайминг. То есть он дал желтым. Тут желтым важно сохранить дом. К моменту пробития у них должен быть дом. Потому что в Нардах, как и в жизни... Девочей не бывает. Дом, нет, дом это очень важно. Иметь свой дом. Вот. Не развалить дом перед тем, как... Уже... Так, шестерка одна. Так, вот уже есть хит. Но если только пятеркой... Четверкой бить него... Ну, приходится здесь бить, наверное. Да, придется бить. Почему нет-то? Ну, потому что все, уже обратно... Уже выходите... Вышел из обратной игры, понимаете? Это уже... А сейчас очень тяжело. У него, видите, материала очень мало, чтобы удержать эту одиночную шашку. Теперь... Еще надо шесть шашек тянуть. Зеленые... Зеленые могут сейчас, если удачно кинут... Ну, так еще надо кинуть удачно. Ну, это удачный бросок. Более чем удачный. Без единицы... Ну, бить, конечно, надо. Без единицы у Руслана могут быть очень большие проблемы. Можно Макс проиграть и даже Кокс. Ну, конечно, надо бить. Он думает закрыть. Закрыть эту единицу. Нет, правильно сыграл. Молодец. Вот важный бросок. И попал. Молодец, Руслан. Это очень важно. Даже не одна единица, а он кинул две единицы. Да, и, ну, закрываться надо. А что делать? Да, да. А почему не взять третье поле? Ну, как? Ну, закрыть дом. В доме соперника. Дом закрыть. Дом закрыть. Третье поле, оно сейчас не нужно. Для выхода варианта. Сейчас уже два. Если он сейчас опять не зарядится, то... Нет, неправильно сказал. А, тут же на баре камень. Да, да, да. Да, я вообще про него забыл. Он уже две поймал. Вот, видите, уже... Ты подал пятерку больше смотрел. Понимаешь? Что я там не думал. Тут уже редаблом пахнет. Попахивает так, знаете. Не слабо. Но в том положении, в котором находится еще Сергей Лютов, я бы не давал. Потому что... Так, есть ли редабл? Ну, он даже... Даже не думает о редабле. А не думает ли о том, чтобы пробить сейчас? Нет, материала мало. Мало материала. Еще четыре шашки сзади. Да, редабла, конечно, нет. Я думаю, что здесь слишком много работы. Еще надо тянуть кучу шашек. Три-один. Три-один. Куда встать? В тройку или в единицу? Я бы встал в тройку. Ну, он по башке сразу пятеркой или семеркой. Он боится, чтобы там... Ну, а хорошо, а если... Да, где играть тройку? Если в единицу, тройку, где играть? Да, да, да. Ну, да, наверное, правильно ход. Так. Есть пятер. О, еще есть двойка. Хорошо кидает. Хорошо кидает в этой партии Руслан. Хорошие камни. Нужные числа. Так. Шесть-три. Ничего. Зарядиться в два открытых поля. Пять пять процентов. Ну что, бить? Да, бьет программа. Это называется дабл тайгер. Здесь такое понятие. Это когда две шашки на борту и две голые шашки. Вот это вот такое понятие дабл тайгер. Есть такой игрок Мичичито Кагияма. Он очень любит вот эту вещь. Дабл тайгер. Так, ну что, очень сейчас волатильно все. Все, судьба партии решается в этих бросках. Ну, у желтых, видите, как бы, очень, как это бы сказали в спорте, большой разрыв между линией обороны и атаки. Да. Видите, у них пять шашек сзади и все остальное там. То есть у них нету Лютов. Ну, это тоже сейчас хорошо попал. Все, теперь уже, теперь уже Лютов. Фаворит. Фаворит Лютов. Да, такие качели, вот, как принято, в таких ситуациях. Вторая, видите, вторая партия совсем не похожа на первую. Если в первую там все чик-чик, там быстро свелось гонки. Быстро, да. А гонка какая была в конце. Ах, какая гонка, да. Ах, какая женщина, да. Так, тройная, это уже трипл бэк гейм. Тройная обратная игра. В трех полях стоит. Это очень редко встречается в нардах, но достаточно интересно. Ну, опять же, да, с запасами у желтых проблема. То, что вот они били эти шашки, теперь это вынило их сжечь свой запас. И теперь его, теперь придется уже откуда-то, ну, не знаю, пятерку бить. Я что-то очень-очень сомневаюсь. Ну, тут уже даже программа не скажет, как правильно. Но я бы не бил там. Вообще, бить в единицу, в обратке, это, на мой взгляд, это неправильно. Так я не играю. Обратная игра, это самое сложное в нардах, вот, обратно, когда вот много шашек сзади. Игроки играют, кстати, очень быстро. Вот, не знаю, мочи там, да, или кто там, какие-нибудь игроки, они бы думали бы над каждым ходом по пять минут, если не по десять. Вот, но игроки играют наши быстро. Так у нас время. Да, у нас такой формат, что, да, тут особо не, особо не, у лютого уже минута осталась даже. Ну что, обратка 1-2 свелось к тому, что была обратная игра 2-3, а теперь 1-2. В первом и во втором поле стоят желтые. Это хорошая обратка. Как говорил наш учитель Константин Некрасов, обратная игра первого типа. Вот. Есть еще второго? Да, есть еще второго. Кто мог сомневаться, да. И, по-моему, даже третьего, не знаю, не помню. Да, да, да. Если не работает план А, переходим к плану Б. А что, говорит, это такое, да черт его знает. Ну, пока, как говорится, много непонятного. Еще все может случиться. Дом у желтых не, как бы, не сломан. Все может быть. Могут и тут даже, тут не важно. Тут даже желтым хорошо не заряжаться, чтобы сохранить свой дом. Все, сейчас зеленый, обычно же как, вот мы, ну, обратно. Вот зеленый должны зайти, выкинуть часть шашек, ну, там, пусть там, половину шашек выкинуть, 8, допустим, 9, 6, 7. А, он не дает, да, ему это сделать? Мелешка не успокаивается. Ну, не знаю, не особо. Белорусские партизаны не сдаются. Обычно лучше бить, когда уже какой-то дом зеленых, там, час сняли, чтобы легче было заряжаться. Еще все равно эту шашку тяжело удержать пока. Понимаете, сейчас они зарядятся зеленые, и мало материала уже желтых. Сейчас они должны выйти во двор. Они должны из дома зеленых еще вылезти через... А, четырехпунктовый прайм, это, знаете, какая сила? Четыре подряд. Это большая сила. Ну, вот, видите, не может даже, не может вылезти. Он сейчас один какой-нибудь дорчар, и все свернется. Ну, вот, вот, выскочил. Этот вот хит был прежде временным, ну, не знаю, может быть... Ну, а что там у него варианты, какие были? Можно было не бить, наверное, как-то по-другому. Обычно в обратке нужно заждаться, когда часть шашек он снимет, там, 5-6 шашек, и... Да нет, ну, это понятно, логика, понятно. Ну, как, да, в зависимости от того, как сложится цепочка ходов. Ну, раз, и я бы три бы, наверное, шестерки... Да, нет, он не хочет. Я бы три бы с шестерки вообще переиграл. И тогда бы не было бы вообще прямого удара. Ну, дал прямой удар. Да, и это, видите, ошибка красная, 2-2. Видите, не надо было давать прямой удар. Ну, вот сейчас очень важный бросок, как этот... This is the critical point of the game. Критический момент гейма наступает, где будет решаться... Если желтый сейчас закроет этот третий пункт, то зеленым будет уже гораздо тяжелее выскочить. Сейчас нужна шестерка или двойка. Примерно 50 на 50. 55 на 45. Ну. Ни того, ни другого. Ни другого. Так, ну вот. Теперь шестерка. Только шестерка. И сейчас он может дом... Если он сейчас сломает дом, оголит вторую шашку, желтые вообще могут по четыре, так сказать. Нет, спасительная шестерка. Пришла спасительная шестерка. Теперь опять, ну да, действительно, очень качели. Просто качели. Теперь у зеленых... Опять зеленых лучше. И дом начинает ломаться у желтых. Сейчас они могут... Видите, и, как говорится, и не туда, и не сюда. И не удалось сдержать уже. И приходится уже и выходить из обратной игры. Запаса нет. 5-3. 5 зашел, 3 выкинул. Один ход, все остальное даже не рассматриваем. По-моему, еще далеко не все ясно в этой партии. Ну, да, не знаю. Уж уйти, я бы, может быть, не уходил этой шашкой. Да, то, что вот это вот свободное поле в двойке, зеленым это как бы затрудняет, чтобы безопасно сейчас выбрасывать свои шашки. Задача желтых, во-первых, уйти от Марса, потому что Марсы тоже. Смотрите, уже половину сыграли. Вот какая длинная вторая партия получилась. Обратная игра, она очень долгая. Так, ну что, вот это, видите, занял. Все, теперь уже свелось. Это вот классический ace-point game, как говорится. Ну, игра, когда вот очень часто, ну, наиболее часто, когда шашки в единице. Классический ace-point game. Ну, спокойно. Ну, Марсов мало. Мало, не вижу тут сколько. Ну, я думаю, что процентов 15, может меньше, 20. Так, единицу. Ну, наверное, 3,2 все-таки более гибко будет. Не хочет так. Большого дупля испугался. Кинуть большого дупля и оставить подшип. Но программа это считает небольшой ошибкой. Видите, зеленая. Так, ну что, уже надо подумать, чтобы, да, бежать от Марса. Уже, да, пора чухать, как говорится. Потому что... Потому что... Потому что мы пилоты. Пока... Пока, ну... Обычно чаще всего, вот в вейс-поинт-геме, чаще всего удар по двойку подставляется. Чаще всего по двойку. Вот. Посмотрим. Ну, здесь он может просто... Руслан не ждать. Потому что... Вот сейчас, если не подставится, он побежит. Он, я думаю, здесь уже надо бежать от Марса. Потому что... Астовар, ну, тем более шестерка, уже вынужден. Ну, на Марсе очень маленькие шансы. Нужно пару кинуть. Если он сейчас... Ну, правда, если он... Ну... Нет, ну... Четыре, одна девятая. Четыре тридцать шестых. Ну, все бывает. Мы любим Нарды за то, что... Нет, не смог. За то, что... И за это тоже. И за это тоже. Да, и за это тоже. Ну, этот гейм... Вот, настоящий такой, нордический гейм. Партия, то есть... Будем, да... Англицизмы поменьше употреблять. Партия была интересная. Быстро играли, конечно. Обратка... Я думаю, более опытный игрок с желтыми. Может быть, как-нибудь вырулил бы по-другому эту обратку. Ну, Руслан играл очень быстро. Ну, такой у нас тайминг, что... Так, что там по пиару? Восемь, да. Не, это вообще... Ну, Руслан... Милешка на это не смотрит. Это я сразу могу сказать. Ну, да. Я говорю, значит, он в моем лагере. Которые не считают пиар... Ну, я уважаю, конечно, пиар, но не считаю, что это сто процентов в Нардах. Так, 5-4. Бешдорт. Он же Бешдорт. Да. Так, 6-3. Звучит намного приятнее, чем 5-4. Так, атакующая игра. Да, конечно, тяжело, когда... Вот у Нардах очень тяжело выиграть, ну, вот, что называется, по заказу. Вот, когда тебе именно надо, да. Потому что, ну, вот, это фактор лака, фактор везения. И, так говорится, плеть и обуха не перешибешь, и против лома нет приема. Тяжело выиграет по заказу. Минус 18, да, по-прежнему, Сергея. И уже пройдена половина дистанции. Да, тяжело. То есть Сергей и Робец, Садган, скорее всего, он не попадут. Хотя... Ну, посмотрим, посмотрим. Даже угрозимейстер Сергей Ерохин рискует опять. Он и в прошлом сезоне боролся за выход восьмерку. Вот, и в этом сезоне. То же самое делается. Сергей очень сосредоточен. Надо атаковать. Бить в пятое поле? В четвертое, да. Пятое занято. Ой, да. Четвертое. Зеленый же. Да, у желтых, видите, дома ничего нет. То есть... То есть... Даже мы не боимся, что он ответ на пробьет, потому что там пусто все. Если не попадут, то мы уже берем... Тут вообще сейчас, вот, следующим ходом, при неудачном броске желтых, надо показывать клуб. Опять же, это, говорю, это все. Опять, ну, вот, видите, 6-2, это... Это... Не прощает Нележка. Не прощает такие вещи. Ну, как-то он плохо подвинулся, мне не понравился этот ход, потому что он там подвинулся эту единицу. Так, ну что? Ну, и Лютов тоже. Опять, да, опять в дебюте вот эта вот волатильность. Перестрелка. Кто первый кинет плохую? Ну, вот, 6-2. Опять атакует. Ну, таким образом, количество зеленых шашек все прибавляется в доме желтых. Так, уже пятая уже туда пошла. Так, теперь Сергей Лютов сейчас нам продемонстрирует свое искусство играть обратную игру. Нет, тут решил. Ну, хорошо, ладно. Может, им просто местами поменяться тогда? Проще уже поменяться местами. Посмотрим. Так, ну что, шестая шашка. Отправлена назад. Похоже, похоже, они решили в 2-3 партии сыграть всю свою игровую сессию. Это партия, это партия тоже. Да, что ж там застрел? Там медом намазали, что ли? Там это такой дефект вафлбокса, там застревает. Это есть такое, там надо было конструкция, как там, конструктивная. Ну, и 2 закрыть, 5-й пункт взять. Зачем? 5-й пункт взять. 5-й пункт взять. 5-й пункт взять. Даже это тут новички. Ну, что там говорит, правда, да, программа берет 5-й, да. Ну, конечно, берет 5-й. Золотой пункт. Он не видит, что ли, просто? Не хочет. Так, раз, это раз, два, три. Ну, и четвертый, давай, трипл бэкгэм опять. Потом все равно следующим ходом нужно будет, нужно будет следующим ходом где-то играть. С 13, он, видимо, думает уже о следующем броске, потому что здесь закидывать шашки назад, это всегда плохо. В те поля, ну, в 1-2. Сейчас зеленым, следующим ходом надо где-то ходить, понимаете? Вот он себе хотел там сделать шашку, чтобы ей ходить, когда третья канала была. Так, ну, бить или не бить, вот в чем вопрос. Нет, 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 это не 5-3 явно. Если он хочет бить, да, хочет бить, не хочет. Это 5-2 было. Ну, сейчас, да, понимаете, где собрал... Такая игра, у них нет совершенно запаса у зеленых для обратной игры. Здесь пока рано еще об этом думать. 4-3. Вот так, ну, не знаю, мне не очень-то нравится, оголять 8-й. Раз, три. Ну, зеленая, до свидания некоторого прогресса. Ну, конечно. В построении своего дома есть 3 поля. У желтых четвертое поле, а где тройка? Либо бить, либо с 13-го. Ну, он решил пробить. Да, и это правильный ход. Это правильный ход, как нам показывает Иван Ланкин. Это ход по первой линии. Так, 3-1. 3 и вторую бить в доме. Да, все правильно. Да, опять, ну, у зеленых, видите, всего лишь 7 шашек в атакующей зоне. Материала мало. Нечем... Нечем атаковать. Поэтому... Здесь, по-моему, даже программ, там фавориты желтые немного в этой позиции. Шестры либо тянуть с 13-го домой, да, чтобы накрыть, чтобы был дом 4-х пунктовый. Да, он так и сыграл. Так, ну, шестая шашка отправляется назад. Где играть двойку? Я думаю, что с 13-го сыграет. Да, сложная позиция. Сложно. Опять долгий гейм, судя по всему. Опять сложный, долгий гейм. Да, у нас такой регламент, что особо, так сказать, не подумаешь над ходом. Приходится шлепать. Вполне достаточно времени. Приходится шлепать. Ну, вы знаете, как... Вы просто не видели, как на турнирах играют. Там порой, ну, конечно, не как в шахматах, там по 40 минут над ходом думают. Ну, иностранные гроссмейстеры, они очень любят подумать долго. А потом выбирают тот вариант, который был первый. Да, да, да. Они ходят туда-сюда по 10 раз двигают шашку, там смотрят позицию. Встают из-за стола, посмотрят слева, справа. Вставать нельзя. Почему? Ну, не... Моя кажется, когда же в правилах есть. Во время партии нельзя вставать. Так, 5-5. Большой дупль. Ну, наверное, бежать уже. Что там этой шашкой делать в доме? Надо ей уйти пару раз. Раз-два. А еще два думать дальше. Либо третья взять. Либо... Так, эти не ходят в 17-м. Либо... Ну, да, и 3. И 4-ю. 6-1 это плохой ход обычно. Ну, да, все-таки 3. Обычно, ну, знаете, вот шашку в середине партии в единичное поле. Это считается, как бы, ну, слабых ход. Потому что она шашка, она уже... Ну, шашки назад не ходят у нас. Она уже выключена из игры, если это шашка. Так, ну ладно, не буду усложнять и без того сложную жизнь. Да. Так, ну что. 6-5. Да, решил проатаковать. Хотя у зеленых сильный дом, да. Ну, он просто другого... А, можно было просто домой спокойно зайти. Не знаю, что он не заходил. 17-го, 17-6. Ну, вот. А, не попал. Нет, не попал. Не попал. Но все равно еще ее закрыть надо. Еще надо ее закрыть. Четверку. Надо бросить. Он даже не стал там оставаться. А, у него четверки хорошие нет другой. Другая. Четверка хорошая. Так, 4. 4 закрыли. 2 убили. Да. Это, конечно, очень хорошее. Ход удачный. Вот. И вот. А, что там? А, криво. Единица очень нужна была. Ну, тоже. Ох ты. Это все джокер. Попал. И шашка еще там голая висит. Если сейчас не зарядится, как любимое слово Юрия Грантовича, протанцует, вот, он это сделал. Ну, надо подумать над удвоением. Хорошая угроза. Шашка на борту. Вторая под боем. Но все равно не дает. Все равно не дает дабл. Очень осторожно играет Сергей. Даже несмотря на свое турнирное положение. Ну, может быть, рассчитывает, что, может, там, в конце, в конце, там, в последних турах какая-то у него мазь там откроется дикая. Ну, в принципе, минус 18, в принципе, отыгрываемо. Вот 30 уже сложнее, конечно. 18 еще. Можно отыграть. 2, 1. Либо двигаться, либо там. 9, 8. Нет, ну, здесь решил. А, вот сейчас сказал. Тут вообще no double. По программе это no double 100. Но, исходя из турнирового положения, даже если no double, уже времени осталось 15 минут. Надо рисковать. Кто не рискует, тот вообще не кушает. Да. Тот остается голодным. Тут в этой игре, особенно в нардах, риск, ну, конечно, он должен быть соразмерен. Но в этой игру без риска выиграть тяжело. Такая игра. Смесь удачи и мастерства. Уникальная в некотором роде игра. Такая смесь лака и скилла. Так, 6, 1. Смесь лака и мастики. Ну, скилл. Скилл по-английски и мастерства. Так, что там было красное? Я всегда, вот когда красное... 5, 3. Да. Это всегда интересно, когда что-то красное. Так, что там? Пятерка. Так, а счет у нас 2-2. Они уже подчислили? Ссет 2-2, да. Сыгрались 45 минут. Это третья партия всего. Интересно, а какой он же антирекорд по... По-моему, партии 6. 6, наверное, да, минимум? По-моему, да, вот 6 или 7 было. Мы рискуем сейчас установить... Добороться на самую. Рекорд по минимальному количеству партий за 56 минут. И, судя по всему, это тоже надолго. Сейчас тоже опять желтые, кстати, как и в прошлой партии. Сейчас им надо зацепиться. Единичка нужна, как воздух. Вот она. Ну, это... Единичка. Если сейчас желтые очень мечтают просто об единичке, и опять будет упорная борьба за тайминг, за запасы, чтобы сохранить дом к моменту потенциального пробития на выбросе зеленых. Ну, вот так. Так, ну, нужна единичка. Нету. Знаете, где это фильм какой-то? Конфету хочешь? Конфет. Конфет хочешь? Хочу. Говорю. Нету. Это фрунзик. Не горюй. А, не горюй. Величайший фильм. Конфету... В число 100 лучших фильмов мира. Конфету хочешь? Хочу. Нету. Не хочет. Не хочет играть в обратную игру. Видимо, не понравилось ему то, что с запасами. Обратная игра, она часто заканчивается. Если она неудачна, то для того, кто играет обратную игру, она заканчивается Марсом. Кто бросал сейчас? Лютов? Лютов зеленые бросали, да. Поэтому Мелешка не хочет рисковать и получить Марс, а то и Кокс. Вот. Он комфортно себя чувствует в турнире таблицы. Он там в топе. И он спокойно просто играет. Задача попасть в восьмерку просто ужас. Вы же сколько? Половина пути пройдена, да? Шестой тур. Шестой тур, да. Шестой тур. Так, незаметно, как в песне поется, день за днем жизнь пролетает. Вот уже март за феоролем. Как раз вот март и есть. Быстро все идет. Скоро растает. Я говорю, я вот сколько у меня не было. Так, ну что ж, тут 6-5, очень хороший бросок. Выходить ли двумя? Нет, двумя нет. Программа одной идет до конца. Одной вот этой, да? Один, 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 17-6 она ходит, да. Ну, да. Потому что... Я отсюда считаю. Ну, а второй, двумя выйти, это второй ход. В принципе, она тоже, она с одной стороны простая игра, с другой стороны сложная. То есть, в принципе, всегда там выбор между, в основном там между, как это, главное не запутаться в трех соснах. Два или три хода. Нужно выбрать из этих двух или трех, один. Не, он все-таки решил выйти двумя, видите. Ну, повезло то, что не попал. Ну все, надо прятать шашку, чтобы ее не пробили. Вот, три. Марс желтую. Марс не должны проиграть. Зеленым еще. Ну, надо вот сейчас, да, вот пока у желтых две голые шашки, видите, он поэтому сразу побежал. Потому что даже если попадут, а они попали, да, это очень, это один из самых лучших бросков. Он попал и закрыл. Лучше, наверное, только 6-1 было. Так, вот, видите, не зарядился. Сейчас, если они сейчас прикроют тот блот, голову шашку во втором поле, то будет еще сложнее. Не достает. Так, двойки там не ходят, только одно, и есть до конца. Сейчас важный бросок. Надо заряжаться. Есть, есть контакт. Это важная двойка. Да, сейчас могут Марс проиграть. Нет, не смог. Не смог закрыть весь, знаете, очень тут почти все закрывало, кроме нескольких бросков. Вот он бросил один из тех, которые не закрывают эту единицу. Три, пять. Это хороший бросок. Ну, я бы там бы, наверное, чтобы встречать. Ну, что-то он... Тройку обязательно двигаться. Ага, один, три. Ну, в зеленом осталось. Так, у Лютова там что-то... Да там три надо играть. Нет, я минуту часы. Покажите часы. Мне кажется, там флаг упадет. А, нет, три сколько там? Ну, 0,0 и сколько там секунд? 37. А, ну, 37. Я надеюсь, он видит. Лютов вроде тоже, по-моему, шахматист. Что-то он занимался шахматами. Обычно человек, если играл в шахматы, он всегда очень хорошо следит за своим временем. Они... Они... У них это в крови, они... Они за часами, они смотрят. Зеленым осталось последнего солдата подтянуть, отставшего. Вот, ну, пока не удается. Пока там. Так, 5-5. Нигде не бьет, но... Я бы вышел сейчас. Ну, это хороший прыжок. Ну, это очень... Ну, с третьего поля обязан выходить. Да, конечно. И сейчас зеленые... Сейчас проблема. Они двумя. Потом надо спрятать, видимо, третью и думать, как играть четвертую. Ну, видимо, четвертую просто 17-12. Это раз. Да, два-три. Один ход. Один ход. Остальное все. Ой-ой-ой. Не хочет, не хочет треть... Ну, это уже... Это что-то будет очень большое красное сейчас. Потому что надо по-любому уходить двумя с третьего. Нет, это ошибка. Это ошибка. Это ошибка. Ну, такая зелененькая. Как-то... Кто там говорил, это хуже, чем преступление? Это ошибка. Вот. Да. 4-2. Тоже длинная партия. Тоже длинная, да. Они тоже понимают, что... Вально конкретно. Так. Ну, я бы выходил. Сейчас эта шашка может быть проатакована. И не зелененькая. Да. Надо бить. Ну что, тут уже... Ну, вот он, критический момент партии. Сергей Лютов. Пятерка и Марс. А если не пятерка? Пятерка. Пятерка. Есть пятерка. Пятерка. Ну вот. Похоже. Должен он немножко улучшить свой баланс. Так, видите, остается, чтобы тройку тоже... Да, да, конечно. Чтобы вторую подбить, а потом еще и третью. Нет, нет, боится. Если там остаться, она может... Нет, без тройки нету. Зато есть единица. И запахло очень жареным сильно. Жареным белорусским зайчиком запахло. Так что... Да. Большие шансы на Марс. Не вижу, сколько процентов. Мне кажется, 50, да, там сколько? Больше, да. Больше 50 процентов Марс программа оценивает. Но... Надо такая игра, что... Зеленые могут проиграть эту партию. То есть... Зеленые даже могут... Можно даже 14 шашек выбросить и проиграть. Одну шашку подобьют. Даже с одной шашкой можно проиграть. Поэтому... Тут до конца всегда интрига. Ну... Чем ближе находится якорь к шестому полю, тем труднее подбить. То есть... Чем дальше, тем лучше. То есть... Из третьего поля достаточно сложно подбить шашку. Проще, когда якорь стоит в единице. Хотя бы в двойке. Пока ничего не может выбросить Лютов. Ну, это не важно. У желтых, видите, им сколько? Им четыре шашки тянуть через все поле. И еще там одна. То есть здесь... Без пробития, скорее всего, Марс. Если зеленые не подставятся, то... Марс, который так нужен зеленым, чтобы улучшить свое турнирное положение. Чтобы одержать первую победу, фактически, да. Да, он еще ни разу не выиграл, да? Так, ну что... Похоже, похоже. Плохие броски 5-2-6-2. Об этом лучше не думать. Когда бросаешь... Потому что, знаете, вот здесь такое, как подумаешь, оно сразу приходит. Поэтому, да, мы стараемся, нардисты, когда есть что-то плохое, думать о чем-нибудь другом. О каком-нибудь прекрасном, я не знаю. О красивой женщине. Так. Нет, это вот вы мне не рассказываете. О чем думают нардисты на выбросе? Каждый раз, когда заканчивается матч, я произношу одну и ту же фразу, что... До будущих побед? Нет, я говорю, что вы как лесники. Почему вы? Потому что говорю в лесу о бабах с бабами Олеси. Да. Да, нардисты. Мы все фанаты этой игры. Все. Любим эту игру. О, 5-5. Это, похоже, не Марс. Ускакал. Да. Тот самый Зайчик. Нет, ну еще... Да, Зайчик реанимировал его немного, 5-5, но все еще может быть Марса. Одна пара, зеленым одна пара нужна для Марса. Всего лишь. Шесть бросков из 36 возможных. Так, двойка сюда, да? Ну? Ну да, тут хрен редьки не слаще. Нет, не идет. Посмотрим. Домашний Марс есть такое понятие. Это когда все в доме. Ну, давай. Второй раз уже. Нет, опять не дало. У него, по-моему, в первой партии тоже последним броском немного. Да. Ну, что ж, Сергей Лютов, по-моему, первый раз, да, в плюсе. Вышел вперед. Имеет... Нет, вообще, в этом сезоне Суперлигии он имеет шанс выиграть эту игровую сессию. Так, и сейчас будет четвертый гейм. Да, мне кажется, это все-таки, это будет антирекорд. по количеству партий. Ну, хотя по времени-то, если сейчас быстро сыграют. Да. По количеству партий. 1-4. Обычно, еще бывает, когда в дебюте все быстро заканчивается, но это, по-моему, не та партия, где... Это не те игроки сегодня. Да, и не те игроки. Вроде, вроде и играют быстро, то есть не так, чтобы они там тянут как-то, да, чтобы, ну, почему так долго. Просто такие, такие вот были уникальные две, особенно эти две обратки, что они заняли практически все игровое время. Минут 20 они играли. Каждую партию по 20 минут, вот и все, осталось 5 минут. А играется всего лишь четвертая партия. да. Да. Перекид, да? Да, там. 4-4. Что-то как-то где-то застряло. Очень хороший бросок. Многие вообще любят этот бросок, этот дорчар. Да. Ну что, надо удваивать. Поперло, есть такая еще поговорка, поперло, атакуй. Если чувствуешь, что поперло, то атакуй. Будет ли сейчас атаковать? В доме уже три поля, продвинутый якорь создан. Нет, Сергей, он, вот это на самом деле хорошая черта, вот эта вот, ну, такая консервативность. Не любит он, ну, то есть, не видно, что человек не юж, человек северный, северянин, типичный северянин, не южанин, не южанин. Или просто не любит шампанское. Нет, ну просто, это для нард, это хорошее, Катя, почему, кто вообще в нардах лучшие игроки, знаете, кто вот по, это скандинави, скандинави, норвежцы, датчане, флегматики, северяне, они спокойные, не впадают в тильт, ничем их не прошибешь. Скандинавские игроки одни из сильнейших в мире. Кто бы мог подумать. Да. Так в Дании вообще, в Дании в школах преподают, нарды. Ну, как факультативно, но они у них в школах, где дети уже, ну, это чисто как, чтобы развивать логику, там, мышление математическое. Так, уже пропустил, Сергей Лютов пропустил, небольшой, small double big tank, а нет, это даже не маленький дабл, красная даже, это был, он даже два куба, пропустил, я уже, пропускает кубы, причем это дабл пасс, это дабл пасс, везде. наверно решил до верного довести, уже закрепить преимущество, так сказать, три очка тоже неплохо будет взять. Ну, опять, видите, вот когда, когда минус один, минус один, минус один, это значит, что пасс, то есть это дабл пасс, да, вот он дает здесь, это, это причем большое, сколько там, это огромный пасс, это огромный пасс, дом, уже убитый дом, две шашки в единице застряли, пасс, молодец. Да, ну то есть мы увидим сейчас пятую партию. Но все равно, мне кажется, это рекорд пять, пять не было, мне кажется, пять не было. Да, это самая, самая быстрая партия в этом матче, в этой игровой сессии. Так два раза ели от Марсов, то убирается. Да, первую партию проиграл Сергей Лютов, но потом выиграл три. И вот видим, видимо заключительная партия, сейчас я как понимаю, звонок должен прозвать. Нет, минуты две, три? Да. Ну я там уже, там чуть-чуть совсем уже. Нет, там еще один быстрый вариант, да, и рекорда не будет. И рекорда не будет, да. Так, кубик на дву, не знаю, меня вот как коробит, когда куб так лежит, я, ну вот, отличительная, как бы, там должно быть 64, ну да. то есть это, ну должно быть, это понятно, что это все ерунда. Ну что, неплохо сыграл Сергей Сморятни на 8, и Руслан 4,79. Неплохое качество игры. Все, все, что меньше 10, это, это уже лучше. Это неплохое качество игры, да. Три, так, это сюда. 3,2. Бить надо, или не надо? Не надо, смотрите, программа не бьет. 21,16, надо выходить оттуда. Сергей сейчас думает, бить или не бить, потому что если бить, понимаете, 13 пункт разрушается, ну да, и он может быть пробит ответным ударом, поэтому пробить это будет ошибкой, ну не блендером, конечно, не красным, но там все, все остальные, блендера, видимо, тяжело придумать вообще, блендер в этой позиции, все ходы, просто эррор зеленая, просто ошибка будет. А правильный ход нет, решил пробить, пробить. Обычно, в принципе, обычно всегда мы бьем, да, если есть шанс, но не всегда это правильно, чаще всего хочется пробить. У желтых, видите, у них преимущество, они, у них оба пятых пункта взято, и свой, и чужой. Взяли оба золотых пункта, у зеленых, все шашки, практически на трех, на трех пунктах, но сейчас надо бить, конечно, потому что, да, ее нельзя упускать, эту шашку последнюю. Желтый будет пытаться сейчас ее там как-то задержать. Ну вот, один-один, попали под атаку сами, ага, сейчас при неудачном броске, может, сейчас, во-первых, звонок прозвенит, скорее всего, эта партия последняя. Да, думаю, рекорд, пять партий за сессию, мне кажется, не было, если там кто-нибудь, кто-нибудь покопается в статистике, было ли у нас пять геймов за 56 минут. Так, все, прозвенел звонок, начался урок. Звонок для учителей, вставать совершенно. Так, там. Да, три походила. Сергею Лютову, конечно, очень хочется сохранить, сохранить этот плюс. Преимущество. Да, сохранить этот плюс. Наверное, он будет куб так же поздно давать, чтобы не раскручивать куб в этой последней партии. я вот помню, у меня в прошлом сезоне, у меня постоянно, именно в последней партии, у меня происходила там какая-то дичь. Постоянно, то есть все, ну, не во всех, конечно, матчах, в доброй половине матча, в последней партии. Без пробития, да? Да, без пробития, без пробития. Так, ну, что, взяли, да, желтый, я бы, где-то, желтый взял бы в этой позиции. Там, этой шашкой тяжело будет прорваться зеленым. Вот, надо двигаться, надо двигаться. Желтый будет пытаться ее, там, блокировать, ой, какой супер бросок. Это очень сильный ход. это прекрасно. Теперь нужна единица, теперь без единицы. Тут вообще, не знаю, дабл может быть. Что там про порога. Нет, Руслан даже, даже не думает пока над даблом. Убить, вот это вот, мне кажется, очень большая ошибка, потому что он сейчас просто его двигает четверкой, ну, вот видите, сразу наказание. Но там все равно единиц, но видимо, он из-за того, что там шашка голая, не было смысла бить эту шашку, но повезло, кинул тройку. И ей же выходить. И ей же, да, уже вторую поймали, да, теперь уже еще более усложнилась задача. шестеркой правильно вышел. Так, дабла нет, но уже близко, small double, big take. Маленький дабл, большой take. так, ну, я не знаю, я бы сейчас, 4-3? Нет, я бы вот закрыл вот эту вот голову и... Нет, до, из четвертого поля нельзя уходить, потому что они там сразу будут бить. То есть, просто двигаться, эту шашку с 8-давра туда, тройкой, а ту прятать. Или 4-3, или 3-3-4, но он решил, решил под пятерку, либо под пятерку, либо под четверку встать. Вообще, четверку меньше ударов, не знаю, почему он решил пятерку дать. А, он кинул и то, и то, и другое, поэтому... Так, ну что, ну все равно у желток чуть лучше, с зеленой шашкой нужно, видите, сначала двойку кинуть, а потом шестерку. Это очень, ну, непростая задача. Ну и бить тогда уж. Ну, здесь опять, не знаю, неужели бить, нет, правильно хобби, это бландер, это бландер, это бландер, это бландер, надо выходить. Не прощает, не прощает лунтов. Да, тоже острая, последняя партия тоже достаточно получилась интересной. Да, было важно попасть во вторую. Теперь опять две шашки, а там пятерная, как это, как говорит, известный нардовый энтузиаст и выдающийся игрок Яков Гораль, пятерная стенка. Все, закончилось. Да, на этом не стал. все, победа, 5-3. Поздравляем, Сергея Лютова. Да. Быстро как-то сдался, даже не стал. Не, ну, понимает, что у него поезд сегодня. два очка, немного, немного свой минус, свой минус уменьшил. У него минус 18 было, да, по-моему? Да, у него было минус 18. Ничего, минус 16, играбельно, играбельно. Не, вполне, можно, можно отбить. Самое главное, что он абсолютно спокойно, психологически воспринял вот это поражение в первой партии и дальше, дальше мы увидели. Ну да, выиграл три подряд. Да, да, да. Одну очередь. Уверенную, очень уверенную игру Сергея Лютова. По его лицу главное понять было невозможно, выигрывает он или проигрывает. У него, у него покер фейс, у него всегда, он всегда такой. Как, уральский камень такой вот. Как там, это суровые челябинские, как это передачи, да? Да, да. Суровые, суровые челябинские мужики. Да. Нет, ну, хорошая, хорошая очень получилась игра, потому что, ну, есть, во-первых, есть что вспомнить, да? Да, И по интриге. Во-первых, рекорд. Да, рекорд, да. Хотя бы это. Пять геймов всего лишь нашего пять партий сыграли, да. С другой стороны, и первая, и вторая, нет, ну, первая, первая, вторая и третья. Вторая и третья партии, это было что-то с чем-то. Это две обратки. Да, две обратки, которые съели практически все игровое время. Обратка, это самое интересное в Нардах. Да, и непредсказуемость была, вот, что называется, до последнего. До последнего, да. Да, И, да, игроки продемонстрировали довольно, ну, нормальное качество. Да, эффект удачи присутствовал, и оба не давали друг другу спуску, вот, в тех ситуациях, когда, вот, эти вот джокеры приходили. Мне показалось, удача как-то пором, но сейчас вот, не было так, чтобы она, как бы, в одну сторону. да, я и говорю, что она распределилась более-менее пором. Да. Да, ну, в двух ситуациях, конечно, не повезло, Лютову, когда мог быть. Да, два очка, он там, паром, да. Там, там, видите, программа показала, последнее, это был, это был тейк. Да, по-моему, оба довольны. Да, и Руслан много не проиграл, он сохранил, ему, что, сейчас задача, в восьмерку попасть, спокойно. так он и так достаточно плотно. Тихой сапой, курочка по зернышку, по чуть-чуть. Да, да. Ну что, дорогие друзья, давайте в студию перемещаться. Так, я сейчас не могу понять, кто доволен. С кого начать, Я не могу понять, кто из них доволен. Оба, довольны оба, я думаю. Оба довольны, конечно. Оба. По лицу Лютова вообще ничего не поняли. А у него никогда не поняли. Как уральский камень такой вообще. Второй, третий гейм очень интересный. А я как уральский пельмень. Ты как белорусский зайчик. Да, да. Но на самом деле, вы знаете, что вы рекорд поставили? Вы сыграли всего пять партий. Ну, уже услышали. Да, да, ну, две партии длинные были, обратки эти. Да, вторая и третья. Но зато это интересно, обратка всегда интересная. Да, но я не думаю, что мы долго думали где-то. Нет, главное, играли-то быстро, да. Ну, с таким регламентом, с таким таймингом, там особо долго не подумали. Ну, да, так просто партия сложилась. Там в этих партиях по 100 ходов было, по-моему. И в крайней партии тоже тейк, у нас у меня получился? Там тейк был, да, ты сдал сам на тейк, но ты просто решил сохранить этот плюс, немного уменьшил свой минус. Я бы хотел, чтобы он взял, конечно. Правильное решение, да. Хотел бы, чтобы он реконул. Не надо было второй пешкой. Может, пропрет, пропрет в конце. Ну, дабл был тоже, да? Дабл был. Нет, это дабл тейк. Дабл тейк. Нет, ну, вот вы сейчас посмотрите свою статистику, вы поймете, что, в общем-то, ошибок практически не было. Особо грубых нет. Были небольшие. Сергей, в какой момент пришло осознание, что сегодня удача на вашей стороне? Я не скажу, что удача была сегодня на моей стороне. Не, поровну. Не, я не имею в виду конкретно лак, я имею в виду то, что вот победа, 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 победа. Только в тот момент, когда Руслан зашел в студию. Да, вот, это вот статы, да? А, все-таки плюс 2, или это общий пиар? А, это общий, наверное. По этой партии еще не показали статистику. Не, ну, сейчас, сейчас мы увидим все. Да, Руслан, я так понимаю, что в последней партии вы сдались, потому что боитесь на поезд опоздать. Так он последний теннис сдался. А я наоборот, наоборот, Сережа, Сережа сдался. Я очень хотел, чтобы он тейк сделал, Чтобы выиграть в марте. и все, тогда уже. Ну, дай человеку, слушай, выйти из минуса. Так Серега столько горя видел зашли. Кому-то он крупно проиграл, кому-то крупно. Да нет, бывшему чемпиону. Начнем с того, что у него трактор выиграл. Олень. Олень. Да, поэтому он-то сегодня приехал в нормальном психологическом настроении. Да, да. Так, ну что, вот она, вот она статистика. 5-3. Смотрите, Так, это всегда интересно. Ну, качество игры 9-56, 5-67. Да, все-таки небольшая удача. Плюс 2. Ну, плюс 2, это так считается. Лайтово. Не согласен. Мне бы немножко не хотелось. Не, нет, не отлично. Хорошая игра мне понравилась, очень хорошая, да. Хорошая, хорошая игра, на самом деле. посмотрите игру кубом у Руслана Мелешко. 0-0. То есть, видите, прогресс на лицо. Да. И кубов, кстати, было в каждой же партии. Да. И кубы были. Решение по кубу, то есть, даже ни одного пропущенного куба, ни одного мисс дабла у тебя. Спасибо, Леша, спасибо. Ты разбираешься в надпу. Я... Подсластил хоть моим поражением. Да, да, что тут, ты там, уверенно в тройке там... В долгу не останусь, Леша, все же знаешь, я же не пустой приехал. На самом деле, спасибо, друзья, за поддержательную игру. Спасибо за игру. Было интересно. Да, интересно. Мне тоже понравилось. Наконец-то с победой. Плотину прорвало, надеюсь. Вот, все будет дальше. Надо развить успех. Самое главное, чтобы не затопило эту плотину. Ну, если только соперника затопит, было бы неплохо, да. Ладно. Все, спасибо всем. Спасибо вам. Ну что, дорогие друзья, на этом первая часть нашего сегодняшнего игрового дня подошла к концу. Матч между Сергеем Людцевым, и Русланом Мелешко. Для вас комментировали Алексей Аскурава и Григорий Твалтвадзе. До будущих побед. Ну что, дорогие друзья, на нашем канале продолжается самое захватывающее и самое интересное соревнование по коротким нардам, которое только можно придумать. И называется это все. Суперлига старт. Сейчас у нас шестой игровой тур. Первый день. И одна игра сегодня у нас уже закончилась. Прошла она очень интересно. Руслан Мелешко и Сергей Лютов испытывали на прочность друг друга, и наши нервные системы испытывали на прочность. В конечном итоге Сергей Лютов одержал победу, с чем мы его и поздравляем. Мы это, я, ваш покорный слуга, Григорий Твалтвадзе, и рядом со мной, после долгого перерыва, Алексея Аскурава, с чем я и его поздравляю. Спасибо, спасибо. Вот, с возвращением родные пенаты, да. Замена, все в разъездах. Юрий Грантович на турнире. Не надо, не надо. Не надо, не надо. Не надо об этом, не надо о грустном. Итак, вторая игра нам с вами предстоит. Сегодня Василий Чемоханенко против Константина Пучкова. Ну, что скажете по поводу претендентов на звание лучшего в этом матче? Ну, говорю, у нас есть чат, интерактив, Суперлига. Вот, там перед началом игрового дня всегда, ну, голосование там. Ну, как это, знаете, было, Осьминог Павлю там, Да, да, да. Да, и вот я просто так глянул сегодня, меня просто немного позабавило. Если Сергей Лютов и Смелешко там было породно, распределились голоса, да, примерно там, то Василий Чемоханенко и Пучков там соотношение было 10 к 1, то есть там до 22, что ли, в пользу Василия Чемоханенко. Просто, я не знаю, если Константин Пучков это узнает и увидит, я думаю, он просто рвать и метать будет. Я просто знаю такого человека, он сейчас будет пытаться доказать, что ребята, что все остальные вообще ничего в нардах не понимают. Нет. Ну, Костя, это зуб, это зубр, это наш зубр игры. Вот, человек, не знаю, наверное, 50 лет в игре уже. Игрок с большой буквы И. Да, я могу сказать, между прочим, Алексей, что у него, вот, он был в гостях у нас на первом спортивном радио, и у него там целая группа фанаток. А, фанаток? Да, да. Ну, что? Я там как-то задолго сказал, что у нас, говорю, завтра интересный гость, стали писать, неужели опять Пучков? Поэтому, знаете, тут поосторожнее. у него многогранно, и на лошадях ездит, и все. Так, ну, статистика, статистика. давайте посмотрим. У Васи 4,1 сотая, 3,99 это уже гроссмейстер. То есть, у Васи 4,01, 2 сотых до гроссмейстера. То есть, это сразу понятно, какой уровень игры у Васи. Это гроссмейстер, безусловно. И, также, огромный опыт. И, также, что нравится у Васи, он, как и я, так же, он, вот, я 10 лет работал в казино, и Вася тоже оттуда. То есть, мы с ним, так сказать, родные души. Вот, оба работали когда-то давно, лет 20 назад в этой сфере. Костя, немного, конечно, пиар, как, в два раза хуже у него пиар. Он не работал в казино, поэтому, извините, Костя, это игрок старой школы. Вася, видимо, он занимается с программой. Те, у кого низкий пиар, это, ну, апологеты программы, они много занимаются с программой. Вот. Костя, игрок старой школы, но, как говорится, старый конь. Старый конь, да. Старый конь. И, я думаю, сейчас он... Борозды не портит. Он будет пытаться, если он видел результаты вот этого голосования, дневного которого, что за него там только два человека, а 30 было за... Один из них был Алексей Скурава, второй был сам Пучков. Я тоже. Нет, я за Васю поставил. Не знаю, просто речь. Зачем вы сейчас это признали с Алексеем? Костя, давай, опровергни прогнозы. Посмотрим. Ну, посмотрим. ну, в такой короле все понимают, что надо такая игра, что на такой, как за 50 минут, тут, конечно, все решает удачу. поэтому... Ну, все, сломал, сломал Чимаханенко, часы, матч отменяй. Все, нормально. Чимаханенко, так, Поехал, Вася рвется в бой. Мне нравится, Вася, он очень ответственно подходит вообще ко всему. Он и к броску, и к... Ну, то есть, человек, настоящий профессионал, профессионал своего дела. А я тройку. Так, они решили... Я вообще, во время игры, я, честно говоря, не люблю разговаривать, потому что это, ну, знаете, иногда, когда разговариваешь, ты можешь делать ошибку, которую даже, ну, ты не заметишь, что ошибся. Чимаханенко этим страдает, поэтому... Тут, как говорится, поддержит его в этом Пучков, или нет, не знаю. Я предпочитаю играть молча. Но когда Чимаханенко играл с Акоповым, то Акопов сразу предупредил. Что, никаких, да? Да, да, мол... Тут вам не тут. Некоторые игроки, они специально, знаете, вот так вот пытаются... Так, ну, ладно, будем... Так, Вася, с комментариями. Так, побежал. Правильно? Правильно. Даже на часы нажимает, так, видите, Видите, ноль. Экстра классно. Ноль, ноль, ноль. Так, а у Кости уже там что-то такое... А, он первым же ходом 2.1 у него зеленая. Ну, ладно, это вначале мы не смотрим. Это пока несущественно. Так, что по позиции? По позиции 6.1. Я бы брал пятый пункт. Я бы тоже. И программа тоже. По позиции, желтые небольшие фавориты, потому что они уже убежали из дома зеленых, а у Васи одна шашка немного подзастряла, но зато он взял дом. Все равно программа оценивает, сколько там, 58 на 42, 59 даже почти. Желтые фавориты. Ну, округляет 60 на 40, в поле желтых. Костя даже думает над кубом. конечно, куба пока нет. О каком фаворитизме пока может быть и речь? Куб мы даем, когда 65. Вот, в диапазоне 65-70 это дабл. Это дабл. Там пока, пока 59. Ох, это супер снайперский. Так, Костя должен ответить чем-нибудь. Например, 2-2. Тоже неплохой ответ. Ответ на удар называется. Зарядился, 2-3 и думает над последней. То есть, эти три, это, как говорится, for sure. Вот. И думаем над четвертой двойкой. Да, подвинул. Видите, красиво, профессионально подвинул с девятого на седьмое. Так, теперь Вася думает над кубом. Куба нет. Да ему бы сначала зарядиться. Да, он это не смог сделать. И, не, куба нет, видите, куба нет. Потому что у Васи сильный дом. Надо еще там выйти. Так, либо взять четвертое, либо седьмое. Четвертое, конечно. Причем, да, седьмое, это большой блендер. Конечно, четвертое. Один ход, да, легко комментировать, когда видишь анализ программы. Вот. А Костя, конечно, седьмое. Конечно, седьмое. Вот. Ладно. Ну вот, наказание сразу 4-1. 4 и 1 пробили. Да. Порой Зар наказывает за неправильную игру. Ну, 5-1. Зар порой как наказывает, так и прощает. и прощает. Хороший ответ. Костя оба раза. Оба раза. третий раз сможет ответить? Если сейчас еще и третий раз, потому что, если у нас еще какие-нибудь плохую, то уже может быть близко к даблу. Да, не попал. Ну, здесь надо бить. Ну, почему не попал-то? Один и два бить. Я имею в виду там. А вот здесь вот. В доме, да. Не в доме, а вот тринадцатое поле. Один посадить и пробить вот эту одиночно стоящую. Можно и там пробить, да. Но он думает, может в доме пробить. Ну, да, я думаю, это правильный ход. это, это, по первой, это тоже опять ошибка. По первой линии это ваш ход. Программа играет так, как вы. Потому что тут он дает прямой удар, видите, 4-2. Он под прямой удар стал. Да, Костя сделал несколько, несколько ошибок подряд. Вот. Но, несмотря на это, все равно сейчас будет решаться вот этим броском. Если Вася возьмет седьмое поле, то все, это уже будет выигранная позиция. Сейчас идет борьба за это. Если он, Костя сейчас может опять пробить эту шашку в седьмом, то тогда Куба не будет. Нет, Вася, не знаю, убирает, все-таки убрал. Убрал, да. И это правильный ход. Это правильный ход ниже прочим. Смотрите, как Вася очень, он, причем, очень сильно прибавил в последние годы. Он очень сильно прибавил. Куда? Шашка на борту, 100-100-100. Молодец, молодец, Вася, он, нет, в двойке. Так, Костя даже не видит, что у него шашка на борту. Так, ну, пятерку надо сыграть. Ну, выйти, наверное. А что, можешь пробить там? 6-1? Ну, если исходить из той концепции, которую они избрали, то надо бить. Если... Они, похоже, решили, как в первом матче у нас сегодня. Долгие, долгие партии. Так, Вася все, все думает, думает над кубом. Уже близко, уже близко, но пока еще по программе нет. Программе нету. 5-1, это хорошее. Сейчас, я думаю, уже следующим ходом, следующим ходом уже скажет. Так, ну, бей вторую. Тогда бей вторую в доме. Хотя, нет, она, программа уходит. Правильный ход выйти. Ну, что атаковать? Так, 2-6. Ну, сейчас, ну, куб, я удивлюсь, если Васин не скажет дабл. Хотя здесь ноу-дабл, надо же. Вася сказал, это ноу-дабл. Так, Костя взял. Понятно, что ноу-дабл постануть это, это редко, когда бывает, но, но бывает. Иногда. Так, ну что, зеленые, большие фавориты. Видите, у них уже сильнейший дом. Ты подскажи, там. У желтых. Есть проблемы. Ну, маленькая единичка, и... Ну, вот тебе, вот тебе. Смотрите, какая контратака. 2, и 3-4 в доме пробить. Вот, вот это да, вот этот бросок. Если сейчас Василий не кинет четвертую, то четверку, то могут быть... Так, а что, 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 что случилось-то? А, он думает дальше пробить еще туда. Он боится оставлять много голых шашек на поле. Не, я думаю, все-таки нельзя, надо попытаться взять четвертое поле. Без четвертого поля, вот сейчас вот, это ключевое поле в этой партии. Если Косте удастся его взять, надо постараться не дать Васе взять четвертое поле, пробить эту шашку. Понимаете, если он сейчас пробьет дальше, да, он уже четвертое поле, уже не... я понимаю, там уже голая будет, дырка будет, и поэтому... Так, бить или там, или там. Да нет, бить, да, конечно, конечно. Так, и... Так, Вася там шутит. Ну вот, сейчас нужна очень девяточка. 9-11 очень будет сильно. Ну, 4-2... Дорчарчик. Дорчарчик, сказал Костя. Ну что, надо брать четвертое, что делать? Раз, два, три, четыре, да? Ну да, скорее всего так. Я бы тоже так сыграл. Вот, если сейчас Васе не удастся прикрыть вот эту пятерку, то у него могут быть проблемы. Нет, удалось. Ну, пятерку он прикрыл. Да, все равно у зеленых сильнее, потому что желтых, видите, там тяжело вылезать. Три шачки, которые в 23-м поле, они только через пятерку выходят. А что, он думает, ну, 13-8 это однозначно. Нет, видите, программа нет. Программа, правильный ход бить. Смотрите, 6-1. Вот это вот удивительно. Я бы так бы сыграл. А программа бьет. Да, бьет и там двигается. Ну, понятно, логика программы, она надеется, что будет Танис, и потом там. четыре-четыре-четыре. Не знаю, хорошо это или плохо. Раз-два. Как красиво. У желтых риск, как говорится, свернуться. Зачем же? Зачем так? ничего страшного, зато две пробил. Ну, это шестое поле, он, он, две пробилки. Вася очень удачно сейчас кинул, просто 6-1, две зарядил, а мог, да, видите, сейчас уже совсем плохо стало в желтых. Вася просто 6-1, это был супер мощный бросок. Да, Косте тяжело вылезать этими с 23-го поля. Хватит джокера кидать. Хватит джокера кидать, сказал Косте. Не могу остановиться. Да, не могу остановиться. Да, ну, теперь тяжело будет. Теперь уже, теперь Марс будет решаться, желтые проиграют Марс или, или не Марс, или простую. Выиграет, хотя в Нардах все бывает, но мне видится, что выиграть эту партию желтым будет очень сложно. Так, только я это сказал, как желтые сразу кинули. Супер джокер, если Вася сейчас не зарядится, а он не зарядился. Так, теперь 7 очков нету, но зато вылез. Там, вот если сейчас Вася опять не зарядится, то там вот эта вторая еще висит голая шашка. Хватит джокера кидать. Хватит, теперь Вася, говорит Косте, хватит джокера кидать. Так, так, теперь Косте, надо, как она повернулась, игра, видите? Ай, какая хорошая пятерка и сгорела, приходится заново кидать. 6-3, нет, плохой, это плохой. Он и не вылез оттуда, и не попал. Во вторую шашку было очень важно пробить. Так, Васе нужно на кровь из носа заряжаться. 55 процентов. Нет, не может, не может. Опять, 5 или 4? Нет? в сумме. 3-2. Это тоже не очень удачно. Ну что, неужели просто заходить? Костя два раза кинул неудачно. И Вася тоже не может, и Вася не может заряжаться. Оба кидают плохо. Оба кидают плохо. Ой, а, это ничего, смотрите, он взял уже 5 полей, теперь у Васи 30 процентов стало на зарядку. Во, спасительная, облегчающая, шестерка, задышка. Ну, у Марса уже, а теперь у Зеленой опять стали большими фаворитами. Если только 5-5 бросит Костя, тогда он станет фаворитом в этой партии. А так, даже одна пятерка его не устраивает. Ему нужно 2. Он еще 3-ю может подставить шашку. Нет, пятеркой выходить. Нет, очень опасно, можно Марс проиграть. Хотя, программа бежит, смотрите, 23-14. А что остается? Ну, да, да, ну, в принципе, бьет, у него есть ответный удар, дом всегда, конечно, надо бежать, да. Опасно, не опасно, но рисковать нужно. Вот он, тот самый риск, без которой нет этой игры. Надо рисковать. Вот, видите, не попал, не попал и не спрятал еще ту. Там, у зеленых сейчас шашку. Более того, ничего хорошего вообще, а, вот, только... Ну, только в дом, то есть у Кости сейчас удар есть. Прямой удар. Наконец-то, это пятерка. Отлично, это суперджокер. Ну, пять выйти, четыре, пять четыре же, да? Все. Если он сейчас, сейчас не зарядится, это поворот по четыре. Шесть четыре. Вася сказал и бросил. Три-два. все. Это редабл, это редабл и это вообще ту-гуд. Видите, там Марс написано. То есть, программа даже считает, вот это Костя, это он сейчас ошибку сделал, причем грубую. То есть, здесь нужно продолжать дальше играть и выиграть Марс. То есть, он выиграл бы четыре очка. если бы... Со мной не соскучишься. Это так называемый ту-гуд. Вася сказал, со мной не соскучишь. Костя решил. У нас третий, комментатор появился. Чемоганенко. Да, да, да. Он не может остановиться. Ну, ему, кажется, понравилось еще комментировать. Да, здесь. Так, Костя начинает опровергать дневные прогнозы. Начинает опровергать. Посмотрим, что дальше будет. Да, конечно, тоже интересная партия была. Очень она как-то... Вроде казалось, что все после этой шестерки, которую кинул Вася. И опять раз повернулась опять в эту сторону. Повороты были совершенно неожиданные. Абсолютно. Да. Так, ну все, Костя начинает катить катком. 6-2. Нет, Вася тоже. Вася, конечно, у него очень... У Вася скачущий каток. Бросок... Нет, у него... Бросок очень подставлен. Поставлен такой четкий бросок у него. Знаете, еще... Ну, не только важно хорошо играть, еще важно хорошо кидать. Да ладно? Важнее даже, наверное. Красиво кидать или... Ну... Понятно, что это все суеверие, да, все это... Ни на что не влияет, но... Может, что-то в этом есть. Как... Не знаю, как... Я не знаю, я почему-то помню такую фразу, у меня вот дядя, мой отца небесная была, он сказал такую фразу, говорит, Бога нет, но что-то есть. Он как-то вот так вот сказал, вот так вот. Бога нет, но что-то есть. Вот это вот что-то есть. Может, действительно что-то в этом есть. Так, 1-1. Очень неплохо. Бить в пятом поле. А я бы обе пробил. А, нет, обе нельзя, потому что там две открытые будут. Ну и седьмое закрывать. Да. Ну, программа нет, она... Да, 1-1. программа. Нет, 1-1. программа играет, как Вася. Вася это... Вот, кто у нас наиболее близко играет в программе? Это Сергей Иерохин. И Микаэл Варданян. Вася, мне кажется, на третьем месте, который играет близко в программе. 4-1. Четверку где играть? вариантов куча. 13-9. Программа говорит, самый правильный из этих... из этих четверок. Сколько их? Раз, два, три, четыре. Из шести четверок оставшихся. Вот этот самый правильный. Ну, сейчас посмотрим, насколько правильно. Ну, видимо, да. Видимо, правильно. не попали никуда. правильный. Как говорил учитель Жора, всегда, если выиграл, значит, прав. У него было такое, если выиграл, значит, правильно играл. Так, ну, вот мы видим, что уже, судя по, пиар там мелькнул, у Васи ниже четырех, красмейский пиар, у Кости десять. Там были ошибки в первой партии, поэтому уже... так, три-один это очень сильный бросок. Дилемма, сказал Костя. А что, брать четвертый пункт в чужом доме? Или седьмой пункт в слоем. Он предпочел вот этот, потому что блокирует, я бы тоже так сыграл, потому что все-таки хочется сначала заблокировать, чем самому выйти. А пять подряд это сильнее, чем пять подряд, это только шесть подряд. Поэтому, понимаете? я понимаю. Пять подряд это очень большая сила. И уже можно окубить преждевременно, но это большая сила к позиции Кости. Желтый однозначно фаворит в этой позиции. У них пятипунктовый прайм уже построен, который сейчас грозит вообще стать полным праймом, шестипунктовым. Он даже не стал ждать. Это дабл тэк, скорее всего. Вот. Пятерки нет. Не удалось сразу взять. Ну, Васе, ну, кровь износа нужна единица. Подвинуться к границе прайма. Без этого этой шашкой не прорваться. Нет, единицы нет. Приходится в доме. Ну, можно только построив контр, выиграть этот гейм, можно только построив контр прайм, так сказать. Костя пытается бежать, скорее бежать. Да. Будет бить. Бить будете, папаша. Один известный игрок так говорит у нас. Бить будете, папаша. Ну, приходится. Так, приходится. Сейчас можно Марс проиграть легко. Чертовски рискованно. Чертовски. Черковски рискованно. Так, это 4-4. Ну, Вася, ну, смотрите, если Васю кинет единицу, еще одну, ему нужна единица. Потому что если он не кинет единицу, он все свернет потом. Да, одна единица и можно вообще повернуть по 4. Вася думает, нет, дабла нет. Пока единицу не кинул, дабла нет. А когда кинул, уже тейк нет. Так, ну, посмотрим. Ну, это, это, это просто фантастика, а не бросок. Все, видите, Васе не хватает, он первый ломается. Это так называемая борьба праймов. То есть и у Васи прайм, и у Кости прайм. Но Вася ломается первым. Сейчас пятерка очень плохая. Ему сейчас надо, он и зарядил, и сделал полную правильную. Вот что важно. Видите, он сейчас в Васи кидает единицу, а она уже ему бесполезна, потому что там уже шесть подряд. Он даже сейчас двигаться особо смысла нет. Сейчас у Васи должен думать о том, чтобы Марк не проиграть в этой партии, чтобы проиграть простую. Не, ну, бывает все, сколько там, программа сколько дает на победу зеленых. 10%, да, она дает сейчас, да. Она еще оценит, что зеленые 10% в ситуации, в которой любой... Одну партию из 10, а зеленые здесь выигрывают. Так что... Вот при этих 2-1, да, ну, не знаю, сколько процентов игроков просто бы пробили. Какая разница? Тут все равно... Нет, я просто к тому, что вот насколько все-таки отличается игра профессионалов от игролюбителей. Смысл нет. если он... А смысл, зачем бить? Он же все равно там не пройдет никак. Там же шашка за шестерным праймом. Ты... Ну, ну, пробьет, а потом, в дальнейшем он все равно же поломает все. Смысл бить, если потом все равно все равно сломаешь свой дом. Он просто думал о том, как не подставить вторую. Потому что Марс можно проиграть это с двумя. Мне кажется, с одной можно проиграть, но с двумя проиграет Марс гораздо больше процентов, чем проиграть Марс с одной шишки. С одной на Марс сколько она там оценит? Ну, процентов 5, наверное, здесь Марс. Так, вот он даже не хочет, видите, бить так тройку. Потому что он сейчас потенциально может подставиться и, скорее всего, наверное, сейчас подставится вторую. Четверки, тройки. Вот, видите, вот пятерка, пятерка сейчас даст ему неплохие шансы на Марс. Есть пятерка. Ну вот. Похоже, у Васи с лаком сегодня не очень хорошо. Сегодня не день, не день, не день Белоруссии сегодня. Один белорус, про Иваси же тоже как бы родом из Белоруссии, так сказать. Вот. Сегодня, похоже, не белорусский день. Так, это два, это три, четыре. Нужна как воздух единица, чтобы не проиграть Марс. А ее нет. Сейчас он ее там затопчет. Я бы бил даже, несмотря на, чтобы дом уже сломан, потому что, чтобы не дать, да, чтобы не дать встать единицу. Так. Нет. С другой, с той стороны, да, все понимают, что единицы на той стороне. Ну вот, в этой позиции примерно 40% на Марс. Вот. Тоже типовая позиция, когда две шашки сбито при полном закрытом доме, в такой позиции около 40% Марс. Конь. В пользу желтых. Коня сейчас должен Чмаканев отдать. Жи пожертвовать? Нет, нет. Когда вот такое, 4-5-6 по 3, коня должен. Это кто? Где так играет? Это так в Грузии играет. В Суфуне? Да. Это называлось правило Додиани. А корову? Нет. Так, ну что? Тут вообще еще и проиграть, конечно, можно. Если он сейчас подставится, Вася пробьет. Эть. Вот сейчас надо Вася не зарядиться. Тогда будет шанс. Давай, ползи, ползи. Нет. Вообще, это бафлбокси надо поменять. Смазать надо. Нет, он сейчас новая конструкция есть. Более, более там не застревают. Видите, он если бы не зарядился, он бы сейчас был шанс попасть в четверку. Так, ну что? Будет ли Марс? Вряд ли. Вряд ли. Ну посмотрим. Вряд ли. А, ну сколько? А, у Костя в чете, да? Две пары. Всего лишь две пары. Конечно, это тяжело. Два раза дуяки и... Да, все может быть. Если Вася кинет маленькую, все бывает. Вот он, вот он. Вот дуяки. Вы прямо как это... Зар, слушайте. Ну что, Кость, одна пара и Марс. Вот она. Да, точно не день Беларуси сегодня. Так, Вася, только пара крупная нужна, чтобы уйти. Нет, домашний Марс. Так, Кость, шкурное дело потом, шкурное дело потом. Сначала расставь. Не учите меня жить, сейчас скажет Пучков. Расставь сначала шашки, потом переворачивай. Нет, он сначала перевернул счет, теперь расставляешь шашки. Так, и сколько у нас времени ушло на две партии? Гораздо меньше, чем две партии в предыдущем матче. Гораздо меньше? Минут 20? Ну, да, 25. Ну да, вторая партия была. Да, 6-0. 6-0. А как у них там положение? Они там Вася в лидерах тоже и Костя. Они, в принципе, они себя хорошо чувствуют, поэтому могут себе позволить хоть 10 очков проиграть. Не, столько. Главная задача пока на первом этапе, тут не важно, эти очки, просто попасть в восьмерку. А вот плей-офф это уже совсем другое дело. Так, ну точно. Лак в одну сторону. Это, видимо, это голосование, которое было днем, оно как-то не на фарт вообще пошло. поломало Вася масть. Вот, это тейк. Смотрите. Я не думаю, что Чумаханенко об этом голосовании знал. Знал, знал. Знал, мы сейчас заглядываем часто в ватсап, да. нет, это тейк, но Вася не хочет, он такое не берет. Марсов много, понимаете, если пойти, очень много партий, которые заканчиваются марсом. Вася достаточно консервативный, такой, тайтовый игрок. Так, ну что, 7-0, да, тяжело будет выиграть эту сессию. Ну, я не думаю, что перед вами стоит такая задача. Возвращаются и не только 7-0. Да, да, понятно, что да. Как, как говорится, пойдет там, как дальше пойдет. Ну, ну, что-то он сначала пробил, потом, обычно мы сначала зарядить надо шашку, а потом играть. Он тут пытается запутать Костю, да, Костю, Костю, так, Костю не запутаешь. Так, о, раз, третье поле и только после этого. Да, ну что, кого лучше, как, как вы, Григорий Александрович, как, чья позиция вам больше нравится? Мне ни та, ни другая не нравится. Ни та, ни другая? Да, абсолютно. То есть, обычно кто-то всегда фаворитом является, чисто боевая 50 на 50 или нет? Мне кажется, все-таки у зеленых положений, у них этот якорь взят продвинутый. Первая стратегическая задача это взять продвинутый якорь. Мы сталкивались в двух первых партиях с тем, что назначали фаворитами то одного, то другого. да. это как один комментатор комментируя футбольный матч на седьмой минуте сказал, ну судья пока справляется со своими обязанностями. да, пока. Что на седьмой минуте об этом говорить? Поэтому на третьей партии, в третьей партии, то есть, это уже четвертая. Это, да, четвертая партия. Говорить о фаворите матча даже при счете 7-0 я не рискну. Ну да. Слишком часто мы обжигались. да, за что мы любим Нарда, и Нарда это совершенно непредсказуемая игра. Кто бы мог подумать, что Эмма Афсипян будет лидировать. Мы все очень рады этому обстоятельству. Эмма Афсипян могла подумать. Мы все очень рады за нее, что она лидирует в компании таких именитых матчатых игроков и имеет хорошие шансы пройти в плей-офф. А там глядишь, что всего лишь три матча. Четвертьфинал, полуфинал, финал, три матча и все, и Эмма чемпион. Вот. Мне очень нравилось, но я сейчас не буду называть всех, да, такие фразочки ее соперников. Нет, ну как у нее выигрывать? Ну да, да. Ну как? Ну неудобно. Ну яд. Вообще Нарда, конечно, это сугубо, знаете, вот в мире в принципе, ну кроме Акико Язава, ну известная японская двухкоразная чемпионка мира, ну это Акико Язава, Язава. Это Менгрельская фагия. Да, с Курава Язава. Мне тоже один раз сказали, что я японец. Вот, да, мало женщин в Нардах, очень там по пальцам можно пересчитать, кто, то есть это сугубо, чисто мужская игра, потому что она потрясающе играла в Нарде, но на Гоприндашвиле. Трехкратная чемпионка мира по шахматам. Ну как, ну это понятно, что обычно шахматисты, да, наиболее близкая к Нардам игра это шахмат. Один из лучших Нардистов, которых я в своей жизни видел, это мой дядя. Вот единственное, против кого он боится играть, против своей жены. А, понятно. Потому что, если он выиграет, да, Нет, она его обувает просто регулярно. Вот так, да? Я вообще говорю, вот профессиональный, вот на турнирах, я даже вообще пытаюсь вспомнить, кто еще. Ну, Лаура Монакова еще есть такая игрок хорошая. Так я даже не могу вспомнить. Ну, наша Юлия Громенкова, ну, она чемпион мира среди интермедиат. А так вот, на иностранок я даже не могу, кто, кто, кто. Ну, вообще, в Америке есть несколько, да, вообще, наиболее, как бы, больше всего игроков в США, в Нардах. Вообще, в США Нарда это там, как в Бразилии футбол, знаете, вот там, это религия. Вот. Даже трудно себе это представить. Честно. Да, у них там очень, очень популярный Backgammon. Ну, короткий, естественно, имеется в виду. Ну, длинные Нарды это... Это Long Gammon. Long Gammon, да, это Long Gammon. Nard Genmon. Ну, назван Nard Genmon у нас. Ну, сейчас, говорю, это же спорт уже. Телезрители знают, что в прошлом году признали Нарды видом спорта. Сейчас очень все это дело развивается, и наша вот федерация Нарды Багамон России пытается вывести, так сказать, на новый уровень эту игру. Так, что у нас тут мы получили в итоге? Обратная игра 2-4. Костя стоит во втором и в четвертом поле. Запасов запасов так более метров трудно сказать, но я бы сказал, что пока непонятно. Хватит Костя запаса или не хватит? Смотря, если он сейчас... То есть, желтым сейчас нужно маленькие кидать. Да, естественно. им нужны плохие вот 6-6, 5-5, они просто убьют позицию желтых. Вот. А Вася наоборот хочется, чтобы... А Вася как раз вот открывает и закрывает. У Костя преимущество владения кубом. Есть такое еще понятие куб-power, как говорится. То есть, когда у тебя куб, у тебя преимущество. Потому что ты можешь ну, просто выиграть партию, просто кубом, переворотом куба. То есть, ты имеешь право, то есть, Вася же не может куб больше показать, он уже показал. Вот. А Костя может. Поэтому преимущество куба, владение кубом, это в нардах, это большой, это большой перевес. поэтому кубом нужно очень осторожно не давать легких, так сказать, кубов, легких решений по кубу не давать. Так, Вася решил сразу подставиться. Да, сейчас нужно еще не так просто будет в дом безопасно зайти. Костя надеется подбить Васю при заходе в дом, сохранив при этом свой дом, так сказать, не сломав. Сейчас он пытается будет застраивать, ну, третье пока не получается, но возьмет второе сначала, потом положит шажку в третье, ну, то есть, как-то, нет, что-то он решил, решил этим путем пойти. Ну, ладно, хорошо. Так, 6-3, пока, пока, безопасно, но в ближайшие пару ходов может он оставить шашку под ударом, причем двойным. И, как часто бывает в нардах, попал, выиграл, не попал, проиграл. В коротких нардах, естественно. Так, ну, что, вот, сейчас близится развязка, 6-1 пока есть безопасно, шестерка одна, 7-1, да, единица тоже одна. Так, кладем, да, чтобы потом ее накрыть, тройку, либо зайти, либо с петюня, вот так, пошел. Так, ну, что, подставится зеленая или нет? всех интересует этот вопрос. Пока есть, это и есть безопасно, вот так. Так, видите, желтым не хватило немного, то есть, сейчас им придется, вот видите, вот уже придется пятеркой. Дом, ну, дом ломать, это уже все, это, это большая ошибка будет. Так, 5-3, пока есть. Ну, и вот, последняя проблема, последняя проблема от седьмое поле, вот так, уйти, да, чтобы не давать удары, маленькими он бьет, 2-1, 3-1, 3-2. Что случилось? Сбил куб, так, ну, что, пятерки и тройки плохие. Все, он кинул, и то, и то. Пятерка одна. Так, ну, тройка тоже, ну, не оставляют же две подбоя. Ну, придется играть 6-3. Ну, четверка, это все, победа, можно сказать. Понятно, что, не-не-не, но это, это не надо, так, так, мастера так не играют. Так, естественно, понятно, что фаворит все равно Васи, потому что попасть, здесь 3, сколько, 2-2 еще, 33% только попасть, 66% не попадает. Ну, Костя, говорю, сегодня, этот, белорусы сегодня белорусам не везет. один проиграл со счетом 3-5, а второй белорус, по-моему, вообще под ноль. Ну, сейчас будет редабл пасс. Хотя, это вообще ту-гут опять. Костя там один ту-гут уже показал. Нет, это ту-гута нет. Ту-гута нет, но Костя здесь, я не знаю, он сейчас ту-гутит или он думает, что здесь еще ноу-дабл. Ну, как здесь, может быть, ноу-да, это понятно, что здесь. вы бы взяли вам по 4-ю показали и вы бы приняли. Вот если бы вы меня по-русски спросили, ту-гутит ноу-дабл. если бы вам показали по 4-ю, вы бы пошли? Нет, конечно. А Костя, видимо, играет на Марс. Что такое ту-гут? Ту-гут, это игра на Марс. Давайте будем уже, ладно, по-русски. Это игра Костя, видимо, играет на Марс. То есть, он понимает, что Вася сдастся, естественно. Он понимает, что Вася сдастся. он хочет выиграть Марс, но программа считает, что ту-гута нет здесь. Но сейчас, наверное, уже покажет, потому что уже есть опасность, что он выскочит. Нет, ничего он не дает. Куб-то, не пойму. Сейчас мог его неудачно там 6-1, какой-нибудь, 6-2 кинуть и не пробить, и Вася бы выскочил с шестеркой. Это надо будет у Кости спросить потом. Он ту-гутил или он или он ноу-даблил? Вот это или ноу-даблил? Мне просто интересно. Он играет на Марсе или он боится повернуть по четыре? Так, хватит джекировки дать. Сейчас Вася должен 6-1 наказать. Смотри, Вася, по-моему, три раза подряд кинул 2-1. Огнеупорный кирпич какой-то просто. Очень упорный. Ну, Костя, давай уже заканчивай уже в бадегу. Он все-таки на ма. На ма. Надоело ему все. На. Он на сегодня. Теперь я понял. Он на Марсе играл. Костя на Марсе играл. Хотя мог легко взять и два очка просто перворотом куба брать эти два очка. Это вот в чем преимущество владения кубом. Видите, по программе это тейк. Большой причем. А, он с борта там давал, да. Да, да, что я говорю, тут конечно тейк. Но программа денег не платит. Есть такая еще поговорка. Сейчас можно по четыре с Марсом проиграть. Что скорее всего и будет. Если только он сейчас в четвертый раз не кинет 2-1. Это будет Костя тогда наверное подскочит просто. Ну все, тройка или 2-1 и так вот уже две сбил. Так, что там Вася? Вася рискует 0-0-15 что ли выйти? Сейчас счет 7-0, да? проиграет Марс будет еще будет 0-15. Такое неожиданное погружение. Ну надо хотя бы постараться уйти от Марса. А то еще пару таких неудачных матчей и можно и в восьмерку не попасть. Как говорил Пир. Но мне кажется мой рекорд я там проиграл нашему уважаемому Дон Микеле 23 очка я ему проиграл 2-25 что ли что-то в этом вроде бы. Мне кажется никто не превзошел. Как говорил царь Пир еще одна такая победа и у меня не останется войска. Да Пирова победа. Так сейчас видимо будет добивание нет не получилось ни тройки ни пятерки Васе нужна единица чтобы идти от Марса есть но шестерка она здесь ни к чему тройка видите дом дом у Васи практически его можно сказать что его нет в двух полях все шашки стоят о ничего себе если Вася выиграет эту партию ему нужно будет дать герой медаль героя Белоруссии так ну зацепится да в каждом рисунке солнце было что-то такой конкурс программ была в каждом рисунке солнце да ну что легким 6-6 брюки превращаются нет не превращаются да ну сейчас вот Вася как раз если кидать шестерку то только две сейчас как раз лучше не кидать шестерку чтобы если он выйдет то там его сразу запечатывают а Костя хочет чтобы Вася вышел 1-6 ну вот видите нет не на ну приходится вынужден ход форс форс мув ну все сейчас пятерку не знаю Вася давай опять единицу чемпион чемпион по бросанию единицы есть единица мне кажется это вообще тоже рекорд это рекорд мне кажется поставлен по количеству бросания единицы смотрите не зарядит а ну так одну шашку спас смотрите 1-6 и зеленый становится фаворитами в этой позиции и будет по 8 поворот так ну Вася давай звание героя Белоруссии ты должен занести есть шестерка так и только после этого так ну что по 8 не ну конечно понятно здесь еще надо проскочить но видите вот еще это насколько нарды могут быть а вот посмотрите вот такой гейм какой-нибудь там финале чемпионата мира да вот такое да с ума сойти раз 10 кинул единицу мне кажется в этой позиции вот сейчас он кидает 6-5 и победа и все и даже поворачивает не надо по 8 просто марс а вас сейчас думает над переворотом так надо посчитать сколько же надо кинуть тяжело если бы у Кости они бы в одном поле сейчас 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 скорее что вы там по 6-5 говорите да вот это да я думаю Костя Костя в небольшом нокдауне он просто это нокаут какой-то просто это просто что-то с чем-то и теперь надо еще от Марса не ну от Марса 6-6 от Марса после этого от Марса ушел да Вася просто чудеса показал в этой партии просто чудеса какие-то в решете так Костя в небольшом шоке мне кажется доигрывает как такое можно проиграть он думает про себя окажется да я уже думал что все но он как так а 10 раз и кинуть единицу у меня это гораздо круче на мой взгляд было что Костя не смог его там не смог но здесь кроме 6-5 ничего не спасало почему 6-6 4-4 я понимаю 4-4 5-5 6-6 большие дупли и 6-5 да не ну спасало еще что он что-нибудь кидает Костя мог в него не попасть он ну он подставлял под двойной удар и там много борцков которые не попали Вася вообще над редаблом задумался не стал по 8 говорить ну там я думаю не было конечно редабла там там редабл наверное был и если это партия просто это лучшая партия дня страшно от самого себя да уж это лучшая партия дня Вася просто зажег это зажег но все равно проигрывает проигрывает но могло быть разгромно могло быть 0 0 0 0 0 15 или 0 11 11 сейчас уже более-менее уже как-то уже не так до 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 ну вот через литр и увидели какими могут быть нарды ну каждый я думаю кто-то много играет я думаю все такие партии видели а мой вообще учитель Жорова он мне говорил он жестоко играл что я уже столько партий сыграл что я видел любую позицию то есть было ничем ты когда человек играет много он не должен чему-то удивляться потому что он должен видеть уже в этой игре все ну да так опять Костя это пазм ну да с двумя на борту да ну конечно в прошлой партии как он выкрутился сколько он единиц кинул он 2-1 там три раза подряд а потом еще раз потом еще раз три раза и потом еще нужно было кинуть шестерку чтобы перепрыгнуть то есть это столько счастья должно было в этом гейме случиться да интересная партия так ну что счет 8-8-4 в пользу Пучкова похоже прогнозы дневные не сбудутся но сколько еще там 15 минут да столько всего возможно очень тяжело выиграть по заказу вот именно вот надо по заказу удача она в общем дама дама капризная капризная дама и с ней бороться бесполезно ее надо просто принимать такой какой она какая она есть так 6-1 ну закрывать 7-ой пункт а можно бить еще мне кажется бить правильнее да видите это закрывать это может быть это если исходить из двух концепций или не дать сопернику выйти в таких позициях программа это именно она правильно она в обратке она выдает неверные оценки ну на мой взгляд в обратке она выдает неверные оценки а вот в таких она так блин так тут Вася решил ну две на борту если есть 4-пинтовым домом да огромный пас там тысяч что ли блендер так партии сыграли это это не то что это не это Чимаханенко Пучков но мне этот матч даже больше нравится знаете очень особенно это потрясающая партия там где у Васи даже настроение улучшилось после такого я даже удивился что он молчал столько времени это называется вернулся с того света знаете когда выиграть такую партию это мы называем с того света вернулся как говорил Марк Твен слухи о моей смерти несколько преувеличены так Костя значит так 5-4 так Костя бросил да Костя бросил думает 5-4 надо бежать какой-либо я думаю с 23 лучше вот бежать либо с 24 бежать либо с 23 там разница копеечная да разница Вася понимает что эти позиции они ходы близки так что там по пиару опять мелькнуло Вася меньше 4 да причем были сложные партии он у него меньше так 5-4 отличный бросок ну чё брать пятый поле почему почему ааа бить ошибка смотрите первым ходом всегда хочется пробить но программа считает что это небольшая ошибка 56 да 58 ошибка правильно взять 5 поле 57 запомнит 15 июля что там пипсы считают а он считает пипка из расчета бить или не бить но он сейчас на 17 очков сзади естественно да поэтому наверное он посчитал что он сзади решил пробить и сделал ошибку на 60 о даже красная странно там почему-то она была зеленая а когда сыграл она стала красной правильнее было правильно высказали Григорь Александрович правильно было взять пятый пункт ну я не договариваюсь программ я вообще в этот сектор вообще не заглядываю ну вам это да это более как сказать нам это прикладникам интереснее когда потому что вот знаете я вот для себя когда вот смотришь я уже вообще без анализа как-то мне даже уже не интересно смотреть когда идет игра и нет параллельного транскрайбинга как-то уже даже несмотребельно ну лично для меня вот всегда интересно как бы смотреть сравнить как реагирует программа правильно я сыграл или неправильно да я просто все-таки это гораздо в большей степени на эмоциональном уровне воспринимаю для меня это как-то так не-не программа к ней надо прислушиваться ну наверное наверное если бы я играл на деньги или турнирах тогда наверное слава богу я этим не страдаю заниматься ну уже конечно и поздновато наверное уже ну не скажем все зависит от того какие деньги да как говорил один мой знакомый учиться учиться так 6-4 ну что опять да опять давайте попробуем опять такая же позиция которая мне не нравится определили вопрос определения фаворита у кого лучше у желтых наверное они все-таки у зеленых дом да у желтых просто они впереди у желтых просто нет никого в чужом доме да это раз а во-вторых у них так более ну они сейчас что-то должны взять какое-то поле у них достаточно гибко стоят шашки нет неудачно кинули неконструкционный бросок они вынуждены оставить шашку сейчас под удар вот скорее всего сыграет 13-2 мне так кажется хотя нет может быть и в четверку в пятерку положит пятерку сыграл так думает над шестеркой просто так вот больше ударов одеваться-то некуда по-любому можно было 8-2 сыграть тогда только единица бьет а здесь бьет 4 и еще плюс 3 1 и 2 2 1 так 5-2 не попал сейчас нужно ее накрыть чем-нибудь получилось 2-1 это хороший бросок либо четвертая взять либо пятая с восьмого надо закрывать пятый это было не стал изобретать велосипед сказал Вася так Вася подготовил страшный дом страшный дом зеленого цвета зеленого цвета Костя сейчас не должен если он подставится то ему будет неприятно так а подставится ли он пока нет безопасный ход есть 11 5 а вот потом уже будет сложнее так ну что Вася ждет Вася ждет своего шанса ну вот опять подошла партия критическая точка 2-1 это очень очень хорошо четвертый поле очень хороший взрослок сейчас 5-4 будешь знать как играть так Вася сказал 5-4 ты будешь знать как играть так 6-4 ну придется да уйти ну что вот эта позиция она называется тип позиции противостояния это это когда опять 2-1 опять 2-1 опять 2-1 тогда Вася кидал подряд 2-1 там хоть цель была здесь да теперь вот это противостояние против 13-ое поле против 7-ого костя думает над даблом дабла нет дабла нет и я удивлюсь если он скажет дабл во-первых он ведет в счете 8-4 зачем ему это надо 8-5 так ну тут думать не надо форсированный ход что там Вася что-то не понял 5-8 так Вася пытается заговорить костю так 6-2 тоже форс вынужден ход так ну что кости впереди на 8 очков так ну что он хочет в противостоянии сказать некоторые игроки они говорят дабл ну когда еще более впереди в гонке но здесь вообще по-моему сколько 100 180 но здесь нет куба здесь нет куба но Костя над ним думает давать или нет Костя сейчас если шестерку бросит вот тогда будет ему куб ну поэтому поэтому куба нет если бы они эти шашки стояли в 11 поле тогда да куб был ну или хотя бы не знаю в 12 нет здесь понятно что нет easy game ну все игра закончилась одну очко ну это все это лак это все понимают вот да удачи сегодня все-таки на стороне Вася именно в том сумасшедшем гейме конечно там в одном в одной партии только во всех остальных партиях поведение на стороне кости там вообще непонятно кому могло в итоге повезти 6-5 был фантастический главной вы вы о нем сказали главное в начале проговорили это все я дважды поймал себя сегодня на мысль когда я сказал сейчас он кинет 2-1 и потом 6-5 6-5 это я вообще говорил как о неком фантастическом невероятном развитии то есть говорили и сами не верили в него ну да но пришлось поверить поверить глазам своим не верю вот что называется как говорил один мой товарищ играя в кости бросишь удушусь вот здесь было то же самое так ну что Вася в атаке конечно тяжело ему выиграть эту сессию счет 9-5 нужно какой-нибудь там дабл марс и все и ничья вот как бы that's the plan так что здесь 3-2 ну что ну просто говорю у Вас исходя из турнира положения тут наиболее интересные игры будут в последних турах когда нужно будет там идти на какой-то риск дать дать раньше куб там или как-то обострить игру вот сейчас понятно они оба что называется в теплой ванне и один и второй у них очень хорошее турнирное положение могут позволить так в удовольствие поиграть так вот попал дальним ударом причем подвинул на ход подвинул специально ну а у него другой наверное что там единицы нужно так Вася три с половиной пиара это уровень гроссмейстер даже не третьей категории а второй это g2 вот ну у Кости тоже очень хорошо он на эксперта шесть с половиной или шесть и девять не вижу в общем очень высок уровень игры выше чем в первом матче вот ну это было и понятно это два игрока Вася профессиональный игрок и Костя игрок это два так сказать больших игрока а все-таки Лютов и Мелешко это ну можно сказать ну не начинал интермедиат плееры так сказать это вот я сейчас не очень понимаю что это значит ну я имею ввиду сейчас не пытаюсь вытащить из-за с Куравы оскорбления не-не это несколько я имею ввиду Сергей пришел из длинных нартов он только он несколько лет играет ну допустим сравнить сколько Костя играет или Вася там они там уже опыт игры там больше двадцати лет у каждого вот а это все с годами приходит понимание позиции да нет это понятно это все нарды игра очень она с одной стороны простая а вот чтобы именно играть на уровне мастера это нужны годы годы это it's not easy как говорится так на этом мы дошли до дабла который пас маленький дабл но big pass Костя что сказал давай еще одну давай еще одну да еще одну сыграет ну это правильное решение и правильный дабл и правильный пас хорош так у Васи там что им по-моему они бы еще с удовольствием сыграли бы еще один час мне кажется да похоже последняя партия ну естественно там уж я уж думал будет звонок походу у Васи уже 332 ну давай Вася хочу чтобы он эту сессию сыграл на g1 если ниже трех это это гроссмейстер первой категории так ну будет ли ниже трех так надо там закрепиться да продвинутый якорь так звонок пролетело это вообще мне кажется не знаю мне кажется эти 56 минут лично для меня они гораздо быстрее прошли и сыграли они мне кажется в два раза больше партии чем Лютов чем Лютов Милешко в два раза конечно ну 10 это мне кажется какой гейм там должно написано партия 9 да 9 ну да почти почти в два раза больше тебе 5 сыграли Лютов Милешко да так 2-1 где 1 так бит сюда или сюда ну все уже время это да можно уже подумать ну да вот сейчас а помните когда кто кто по-моему Арсагов Пестелхов Арсагов сколько партия длилась минут 40 последний это это была самая долгая партия по-моему первого сезона да причем ведь это была вторая партия это был второй матч да и время уже было к часу ночи реально в результате Пестелхов не успел на метро вот оно наказание не знал я такого продолжения нет я не знал такого продолжения вы можете этим обстоятельством подсластить вам эту пилюлю немножко ту самую горькую так ну что в этой позиции у нас опять кто фаворит извечный вопрос кто фаворит мне что-то как-то желтых больше почему-то нравится хотя хотя нет может как-то у зеленых если если сейчас скину 2-1 то однозначно у зеленых будет лучше или 4-1 ну да так что там не вижу что-то бить надо все равно надо атаковать дом пока не такой страшный у желтых так он решил посчитать ну минус 10 сзади в гонке сзади ну здесь понятно бить это стандартный типовой удар какие еще варианты 6-3 просто безопасно сыграть беззуба нет беззуба мы играть не любим мы любим атаковать так не попал для Васи это хорошо для Кости это соответственно плохо ну вот теперь очень много ходов которые бьют и закрывают но дабло нет ну это не тот который бьет он бьет но не закрывает вот эту голову шашку в четверке а надо ли бить да бить надо программа показывает что бить надо а нет там два раза причем знаете бить и не бить одинаково по стоимости ой-ой-ой не может да не двигается не уходит не уходит да неудачный бросок сейчас Вася может удвоить сейчас Вася потому что у него сейчас уже дом усилился у Кости сейчас слабый дом там голая шашка Вася может пробить закрыть и выиграть Марс в общем ну такие сценарии страшные всякие рисуются это дабл есть и это тейк это биг дабл и биг тейк большой дабл и еще больше тейк зачем он принял вот я я вот этого не могу понять ты ведешь со счетом 9-6 ну по программе это огромный тейк он может Вася еще куча работы там надо все это последняя партия нет я имею в виду я к тому чтобы сохранить за собой счет но Костя он игрок это вот чисто игрок 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 тейк конечно он мог сдаться там сохранить ну зачем во первых и зрителям интересно чем это закончится как вы думаете я понял ну что Костя где вознаграждение за правильный тейк нет его нет кстати если Вася выиграет Марс он выиграет сессию счет 9-6 да да если закроют это нет пока не удается есть прагматизм игрок да есть прагматизм Костя не стал прагмат он решил сыграть по программе поэтому вот такие неапологиты программы как я говорят что лучше сделать ошибку но выиграть чем не сделать ошибку и проиграть да хотя на самом деле конечно же ну тоже такой вопрос что что лучше правильно сыграть и проиграть или неправильно сыграть и выиграть правильно всегда надо стараться правильно играть лучше проиграть при этом потому что на дистанции оно как говорится все вознаграждение происходит на дистанции все замотовал и похоже представляете чем акаденко 7-0 было поэтому я же и сказал отыгрываются мы сейчас это не из таких да вот и я как вы не верили глазам 6-5 я сейчас не поверю глазам когда станет где-10-9 конечно есть еще шансы у Кости уйти от Марса сколько она там оценивает максов 50 больше 60 не вижу слишком мелко больше 50% здесь Марс шестерка нужна без шестерки он двойку кидал полчаса ну сейчас уже 2 сейчас 55% зарядится думаю должен зарядиться да зарядился но 7 шашек тянуть можете не успеть так ну что какие ваши ставки господа Марс или не Марс Марс конечно или Юпитер так сюда Юпитер это Милешка на твихе Юпитер так Костя судорожно пытается выйти от поражения да ну Вася конечно это это третий гроссмейстер страны у нас есть два официальных а у Вас неофициальный так еще чуть-чуть еще немного еще чуть-чуть все на тоненького на тоненького уйдет или нет ну если у Васи 5 если было бы 4 Васи пара нужна для Марса я буду молчать я не буду ничего говорить в отношении того что там может быть чего не может быть последним ходом все будет решаться даже сейчас если Вася не выкинет у Кости есть какие-то броски которые не снимают например 5 5 5 5 и 5 2 5 2 вот не надо кидать потому что будет Марс не надо кидать 5 2 героически ушел от Марса 9 8 да ну вот повеселили ей Богу право справедливее было бы если был бы Марс честно скажу чтобы со счета 7 0 выиграли вот она красота игры нет я просто еще к тому что как это сказать правильно я наверное ошибусь меня сейчас многие осудят но я в данной ситуации когда счет 9 6 да я за прагматично я за ложусь на сохранение да да вот что ну вот тебе объявляют утвоение он не такой человек я согласен но вот сейчас его риск мог закончиться поражением я думаю если бы у него в турнире опять все видимо дело в турниром положении если бы там это ну это решало ну если бы из-за этого мог не попасть в восьмерку да он бы пасану естественно то есть то есть а так он чувствует себя очень уверенно так сказать поэтому это пока еще непонятно предыдущий матч тоже проиграл ну да ну я просто так честно говоря сейчас не сильно слежу там я переквалифицировался немного в управном и даже даже не особо слежу там сейчас за нардовым движем вот я не знаю там у Кости какое там положение в таблице вот я думаю он был прагматична исходя из этого он бы сыграл а сейчас видимо ему просто было какое-то знаете еще почему многие игроки там делают такие теки им просто интересно чем закончится ну обычно начинающие игроки они так из таких соображений делают теки но Костя то не начинающий просто интересно чем закончится Пучков то какой он заканчивающий ну ладно в нарды можно играть до 100 лет а вы знаете был такой умер в прошлом году Эмиль Мортук он в 95 лет участвовал в турнире на Кипре человеку Василий Васильевич Смыслов за 70 ему было когда он вышел в полуфинал куэта претендентов ну да ну а тут 95 человек и тогда с кем он там с Каспаровым Каспаровым еще в паре он играл у него там с третьей женой 30-летней двух покоронил было вот это вот это вот 6-5 фантастическое было да 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 сегодня оба матча просто полны драматизма да ну вообще я думаю как тут нет скучных матчей мне нравится нет почему есть бывает есть бывает да конечно иногда заснуть хочется хорошо там окопом который не дает заснуть умеет 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 не умолкать я бы скажу ну да в принципе нарды это с одной стороны тоже достаточно рутина уже особенно для тех кто много играет превратилась в рутина как для меня например в кадре так это значит что надо распрямиться галстук поправить сейчас в какую сторону я все время да вот так вот вот не в ту сторону да извините ну что дорогие друзья на самом деле действительно шутки в сторону но матч-то получился классный матч получился классный и как бы я там не сетовал по поводу прогматизма да Чмаханенко шикарный такой мог выиграть сессию да он шикарный как это называется камбэк камбэк возврат сделал бэк бэк демон да господи ребята латераль все это закончится когда все это закончится да константин народ ну что это вы не не пасанули в последние партии а да а поставили понимаете ли под угрозу свою победу а так ведь Василий то мог вас наказать выиграй марсом по запарке по запарке по запарке ну просто у нас Вася ты из могилы сегодня вылез я считаю там при счете 7-0 ну это фантастически куб по 4 с марсом там почему там тэг был знаете там был тэг да даже тэг был там был тэг да там был тэг Василий не ошибается да короче говоря ну тогда у меня нет к нему претензий у меня у меня только что было два вопроса сейчас только один остался это какой а в прошлом эфире была допущена грубейшая ошибка мне прям неудобно стыдно короче никто из зрителей даже не поправил меня а Вася был комментатором да мы оказывается с Бернардом шоу короче ни одного знака зодиака с кем с Бернардом шоу а ты который пьесы писал да это а почему вы с ним ни одного я прогуглил видимо и что и при чем тут был Бернард шоу неважно ну ладно это те кто я не смотрел после эфира это из прошлого эфира отголоски Алеша решил добавить перчик сегодня в репортаж меня похоронил там уже я не хоронил это голосование такое было на тебя там двое из 30 только двое тебя взяли да и меня похоронили я говорит ты с могилой вылез я то предположил что один был Пучков проголосовавший а второй Скурава но он признался нет говорит я был за Чемуханенко вот так что потерял ты Константин Аронович одного друга да только что да только что не ну как это фантастическое партия там где Вася кинул там не знаю 10 единиц подряд что ли 2-1 2-1 2-1 потом 5 а потом шестерки кинул так ну статы потом 6-5 статы там что там есть статы ну-ка ну да Вася G2 3-31 очень мощно мощно мощная игра а и причем только проиграл а так-то все нормально да это мелочи да ясное дело кому это интересно теперь абсолютно так чуть не выиграл уже правильно чуть-чуть по кубу чуть не считается чуть было не было у Кости там несколько несколько пропущенных кубов а по кубу очень хороший уровень у обоих вот да ну Костя тоже 6-7 пиар это сильно по рабочей лошадкой да рабочий уровень вот а удача у него да награда за смелость ну не знаю мы веселый мальчик да мальчик не просто веселый а на самом деле полный драматизм причем Григорий Александрович он предугадал Васин ход 5-6-5 он сказал что сейчас Вася кинет 6-5 и причем он это сказал но он сам не верил что Вася кинет 6-5 Вася сам сказал 6-5 а Вася когда он перескочил это как это Юра говорит это перелет Качева да как это называют да перелет Качева был мощный конечно Вася там думал над кубом по 8 я думаю если бы эти шашки стояли в одном поле да Вася бы повернул по 8 они просто они были расплитованы да Вася бы повернул да Вася бы повернул судьба в любом случае сегодня поворачивалась как хотела и вертела болельщиками и участниками игры два интереснейших матча как хотела спасибо вам друзья вы сегодня подарили настоящий праздник Нарт да сегодня классные матчи были и первая и вторая у вас наверное драматизма в ваших партиях было еще больше так что на этом будем считать что первый день шестого тура можно заканчивать восклицательным знак спасибо но я еще хочу сказать одно что Вася над пиаром еще поработает у Ирохина Ирохина два все таки да 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 надо на g1 надо выходить на g1 ниже ниже трех ладно надо идти на ниже трех спасибо спасибо за игру ну что дорогие друзья будем считать что на этом мы подводим итоги нас еще должны порадовать я так полагаю статистикой общую таблицу общую таблицу общую картину мы с вами должны увидеть ну обещают по крайней мере но если перестановки будут то они небольшие должны быть так вот так первый игровой день 5-3-8-9 вот 8 очков всего голона Абруна в первом матче он вообще был уникальный 5 партий рекорд я думаю 4 вряд ли кто-то сыграет да ну не знаю не знаю не знаю партия Чемаханенко и Пучков 8-9 и могла бы могла бы закончиться со счета 7-0 победа Чемаханенко да 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 вот ну не знаю какая да вот общая таблица вот давайте посмотрим общую таблицу двое власти в турнире Лютов не сдвинулся со своего 11-го места догоняет гроссмейстера нашего Сергея Ерохина Пучков и Чемаханенко поменялись местами да да а почему плотно эму нашу опустили на вторую да видимо там забитые пропущенные как-то считаются не знаю ну вообще да я тоже почему давайте на первую эму на первую да непорядок непорядок завтра в чате устроить вам голосование эму на первую главное попасть в осьмерку да конечно ну что на этом все спасибо Алексею Аскураве за спасибо за внимание замечательный эфир спасибо вам что играйте в нарды да что были с нами Григорий Твалтвадзе Алексея Аскурава до будущих побед друзья григорий Твалтвадзе аскурава до будущих побед Субтитры сделал DimaTorzok